Добрый вечер, дорогие друзья! У нас, видимо, будет сначала официальная часть, и я, как самая официальная из официальных, представляю здесь сегодня Высшую школу экономики, а точнее аспирантуру по искусству и дизайну Высшей школы экономики, которая базируется в школе дизайна. Я, помимо этого, еще представляю журнал «Теория мода», так что мой интерес к перформативности уже довольно давний и во многом связан со знакомством с Ириной Сироткиной. Хочу сказать, что мы начали разговор, по крайней мере, на территории аспирантура о перформативности в прошлом году. Здесь же, на площадке электротеатра, мы с успехом провели третий день конференции, который был полностью посвящен перформансу. И представлял собой, как мне кажется, наиболее работающее и рабочее сочетание академических докладов, перформансов, обсуждений, круглых столов. И, как мне кажется, перформанс наилучшим образом соответствует вот этим разным форматам. Сегодня, наверное, мы в этом еще раз убедимся. И будем убеждаться еще на протяжении многих вечеров, поскольку наш замечательный курс, который мы делаем здесь в электротеатре с Ириной, он будет длиться долго. Начинаем мы сегодня, а закончим где-то в июне. В общем, у нас большие планы. И на этой веселой ноте я передаю микрофон Ирине Сироткиной, которая что-то еще скажет. — Буквально три слова. Два года назад словом года стало, если вы помните, селфи в 1917 году. В 1918 году, по-моему, было слово токсичный, если я не ошибаюсь. Но вот я предсказываю, что в этом году это слово, по крайней мере, в наших краях будет слово перформанс. Потому что нельзя просто шагу ступить, чтобы не споткнуться о какой-нибудь перформанс. И вообще говоря, есть разные контексты. Есть множество перформансов, не один, а множество. И контекст совриска, современного искусства, где перформанс бурлит, развивается. Но это также контекст телесной терапии, вообще работы с собственным телом или с клиентским телом. Перформанс как средство целительства, развития и так далее, коррекции. Это второй контекст. И третий контекст, вот сегодня мы его представляем, это контекст социального. Перформанс как какие-то интервенции в социальное. Но интервенция, не поймите меня, мы не затеваем гражданскую войну. Но перформанс как... И вот там сзади есть товарищи, освещенные красным, которые что-то затевают. Но до этого мы еще доберемся. Мне кажется, почему мы взялись за этот цикл. Нам кажется, что третий контекст, он у нас мало очерчен, мало определен. Есть современный перформанс как перформанс-арт, есть терапия, терапевтический перформанс. А вот перформанс и работа с социальным, в меньшей степени ясно, что это такое. Поэтому без долгих предисловий мы... Я даю микрофон Ане Белоусову и Вику Лощенову, и они нам сейчас расскажут, как можно работать в социальном. Привет. Привет. На самом деле, вначале мы не расскажем, как можно работать с социальным, а будем с ним работать. Если мы говорим про перформанс, мне кажется, самый клевый вариант – попробовать поучаствовать и потом обсудить наш опыт и поговорить об этом подробнее. И вначале мы проведем лабораторию действующей конституции одну, а потом в 2020 мы поговорим об этом. Так как это партиципаторный проект, он предполагает, что зрители становятся участниками и исследователями внутри. Нам нужно 10 человек. Кто хочет, да. А мы пока расскажем, про что это вообще. Лаборатория действующей конституции – это перформанс, это политическая игра, политический симулятор или исследовательский аппарат, аппарат исследования реальности, в данном случае конституции, наших представлений о конституции. И формально он состоит из четырех частей. И есть три опции участия. Есть человек, который приносит запрос. Кто-то готов? Вы выходите, я просто буду говорить коротко сейчас. Есть человек, который приходит с запросом. Сегодня это Ирина Сироткина. Она принесла ситуацию, которая ее беспокоит. Дальше есть участники, которые действуют внутри. Мы переводим текст запроса в роли и действующие лица. Что-то происходит в пространстве перформативное, а потом мы осмысляем то, что получилось, и как-то с этим взаимодействуем, но уже на большей дистанции не вовлеченно и аналитически разбираем, что же было, что были за предпосылки, что случилось и почему это случилось вообще. Давайте я немножко расскажу про структуру, как у нас все будет происходить. Как уже сказал Вик, у нас есть разные опции для участия, и у нас есть еще конституция. Поскольку есть у нас опция участия зритель, кто хочет быть активным зрителем, может смотреть на то, что будет здесь происходить и как-то сопоставлять с конституцией, может быть, искать какие-то части, пункты конституции, которые будут соответствовать. Стать экспертом конституции, пока все происходит. Может быть, еще кто-то хочет взять? Ага, хорошо. Нужно внимательно наблюдать за тем, что будет происходить, и соотносить это с конституцией. У нас всего есть четыре части в нашей лаборатории, и на четвертой части нам пригодятся как раз знания активных и наблюдения активных зрителей. Также у нас есть человек-запрос, это Ирина Сироткина на сегодня, и есть участники, акторы, которые будут находиться в нашем перформативном пространстве. И первая часть мы… Сейчас я сначала все расскажу, а потом мы уже приступим к действию. И я еще забыла сказать, спасибо большое, что вы пришли к нам на нашу лабораторию. Я думаю, что это очень важно, что вы это сделали и для нас важно. Итак, первая часть. Мы читаем запрос и распределяем роли. Вторая часть. Мы расставляем. Человек-запрос расставляет наших акторов в пространстве, так как они находятся в его ситуации, как он чувствует. И акторы действуют телесно внутри пространства. Мы расскажем вам правила. У нас они есть. Можете пока ознакомиться. И третья часть. Акторы рассказывают о том, что с ними произошло во время перформативного действия. И на четвертой части мы обсуждаем поправки, которые мы можем внести в Конституцию. Либо мы смотрим, может быть, в Конституции уже все есть и просто она не соблюдается в данной ситуации. И ведем разговоры на законодательном уровне. Итак, давайте мы приступим. Прочитаем запрос. Ирина, выходите к нам. Да, да. Это Таня. Таня не видит. Она будет участвовать. У нее есть большой опыт перформативного действия, взаимодействия. Относитесь к ней как к равноценному участнику, и как бы все окей. Я хотела бы спросить, кому-то непонятно, или кто-то, может быть, хочет задать уточняющий вопрос к тому, что сейчас мы рассказали с Виком. Это мы объясним. Вы посмотрите сейчас правила, мы потом отдельно на этой стадии будем говорить подробно. Давай сейчас начнем с запроса. Да. Постепенно станет все понятно. Хорошо, Ирина, мы спрашиваем у вас, вы хотите сами прочитать свой запрос, или мы прочитаем? Читайте мы. Хорошо, Вика, прочитаешь? Да, да, окей. Прямая речь. Я люблю демократический принцип управления, но не люблю сидеть на собраниях и ждать, когда все сформулируют предложение и проголосуют. Вчера ушла с общего собрания в институте, не проголосовав. Мне надо бороться с собственной скукой, укреплять чувство гражданского долга, или есть какой-то другой выход из этого положения. Хорошо. Мы прочитали, и давайте теперь выделим акторов в этой ситуации. Важный момент добавить. Мы за основу того, что сейчас здесь происходит, мы взяли расстановки по Хеллингеру и изменили их. То есть мы разбираем ситуацию и распределяем роли, но помещаем саму ситуацию в пространство власти в государстве. То есть как есть президент, исполнительная, законодательная, судебная власть и гражданин, и отношения между гражданином и властями определяют права и обязанности сторон, распределение власти в государстве. Также и ситуацию мы разбираем, исходя из этих властей, которые у нас являются акторами. То есть у нас есть значимые объекты или субъекты из ситуации, и есть три власти и президент, которыми кто-то из вас будет. И дальше сейчас Ирина выберет, кто именно там есть и кто для нее значимый. А мы потом будем, ну, нужно как-то представить и ассоциироваться с этой ролью, подумать, какие могут быть тактики, действия. То есть это как игра. То есть как стратегическая игра вы можете входить в альянсы друг с другом. Вы можете понимать, чтобы ваша роль достигла своих задач, что вам нужно сделать в данной конкретной ситуации, в данный конкретный момент. Может быть, кому-то помочь, а может быть, кому-то не помочь, наоборот, ну, в смысле сопротивляться. Я сейчас написала обязательных участников. Это президент, исполнительная власть и законодательная власть, и судебная власть. И нам нужно из запроса выделить акторов. Мы можем еще раз его читать, останавливаться. Сходить можно. Я люблю демократический принцип правления, но не люблю сидеть на собрании и ждать, когда все формулируют предложение и власть. Демократический принцип, собрание. То есть мы можем прям выделять конкретно, какие значимые элементы здесь есть. Демократический принцип, собрание, голосование. Так, три. И скука. Скука. Можем больше, если нужно. Если там есть какие-то еще. Управление. У вас там было что-то еще? Гражданский долг. Да, гражданский долг. Гражданский долг и другой выход. Другой выход, да. Давайте, мне кажется, очень важные акторы – это гражданский долг, другой выход и скука. Да, это важные. Мы их запишем. Ирина, вы можете сами это сделать. Главное, напишите большими буквами, чтобы было видно всем. Мы все объясним. Может быть, это я расскажу, просто пока Ирина пишет. Сейчас ситуация, которую Ирина прислала, она разложит ее между нами в пространстве. Она назначит каждому или каждой из вас роль. Вы с ней ассоциируете. А потом она поставит себя, разместит в пространстве и разместит каждого из вас, каждую из вас. И задаст отношения между вами, например, что она испытывает скуку и неприязнь к скуке, например, или что-то еще, что она скажет. И это будет начальной ситуацией для перформанса, которая начнется. А дальше каждый из вас действует. Собственно, у вас есть правила, вы посмотрели, но смысл такой, что каждый называет свою роль и говорит «я исполнительная власть» и потом совершает перформативное действие. Перформативное действие – это что-то, что меняет пространство или меняет кого-то в пространстве. Если вы хотите, вы можете взаимодействовать с кем-то. Если человек не хочет, он может сказать «нет», может уйти от взаимодействия или сделать какое-то контрдействие. Из практики мы просим соблюдать паузу в 10 секунд, примерно, между действиями, чтобы каждый успел понять, что произошло, что изменилось в пространстве. Потому что в какой-то момент это начинает очень быстро происходить и иногда не замечаешь, что же происходит. Мы не используем речь, не говорим там «пойди, сделай то-то», но можно прямо пойти и сделать это. Основное правило – если вас что-то не устраивает и вам кажется какая-то есть несправедливость или вы хотите что-то изменить, вы берете это и делаете. Мы еще вам повторим. Не переживайте. Ирина, мне кажется, демонстрирует ситуацию, в которой она находится. Мы можем встать? Встать, чтобы было наглядно. Но она это отдаст вам эти роли. И давайте еще. У нас большее количество человек, поэтому нам нужно выбрать еще других акторов. У нас были собрания? Или не выбирать, если нам не нужны. Собрания? Я тоже никогда не играла. Ну то есть, если вы считаете, что этот актор важный в ситуации, без него никак нельзя… Они вдвоем. Да, я поняла. Без него нельзя никак обойтись, мне кажется, здесь можно доверить своей интуиции, брать по одной роли. Можем вам давать. И вы выбираете, кто как-то подходит под эту роль. Или сами, да. Как вы чувствуете? Интрига. Голосование ушло, собрание ушло, гражданский долг отдали. Другой выход. Другой выход достался Кате Павловой. Да, еще у нас законодательная, исполнительная, судебная власть. Таня президент получает. Те, кто получили роль, подумайте, они достаточно абстрактный, гражданский долг, например, да? А как его можно максимально конкретно сформулировать? Чем в этой ситуации он может быть? Чем конкретнее вы понимаете актора, тем понятнее, что он может делать и как он может делать и в каких отношениях он находится. Это поможет просто соединиться с этой функцией. Да, давайте, Ирина, если вы считаете, что нужен еще один актор для вашей ситуации, то мы можем. А где наш фломастер? Фломастер. Так, сейчас выйдем. Мы синий, у тебя есть красный, да. Демократия? Да, в тексте. Да. Про нее не запылили. Мы не запылили. Сейчас об этом. Ситуация разбирается последовательно. Демократический принцип. Ирина, давайте вместе с вами посмотрим и подумаем, всех ли вы акторов написали. Может быть, мы кого-то еще из зала сможем попросить для участия, если не исчерпывающая ситуация. Давайте спросим у Ирины, потому что она у нас сегодня автор запроса. Да, я думаю, что они участвуют. Нам нужен еще один участник или участница. Кто-то хочет присоединиться? Давайте. Девушка первая подняла руку. Отдадим мне. Можем еще одного? Вон, да, девушка там. Вам нужна, наверное, бумажечка. Может быть, еще люди, да? Люди. Кажется, у нас был... Важны люди или коллеги, или... В качестве людям. Может, мы это отдадим самолёту? Ну, пусть Сема пишет. Нет, нет, в смысле... Имя? А, а... А, это же конституция. Так. А, девушка? Так, берем. Окей? Ладно. Нет, 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 нет. Держу тебя памятка. Памятка. Так, вот еще девушки. Так, вот еще девушки. Нет, мы, подожди, мы идем от акторов, а нет людей. То есть, кого вы хотели добавить? Мы хотели добавить людям. Коллеги. Я добавила коллегу. Ага. Коллега, вот, вы отдали. Ну, нормально? Ну, так, отдали, отдали. Вот, Сави. Хорошо. Хотите, возьмите... Мы сейчас распределили роли. И давайте... Я выбираю конституцию? Да, ты можешь уточнить. Как организация, как процесс или как лицо? Как институт. У нас есть правило. Вы можете, участники, ознакомиться. Я прочитаю для зрителей первое правило. Это ваши действия должны быть видимыми. То, о чем говорил Вик. Он называет это так, что мы действуем перформативно. Каждое действие должно влиять как-то на пространство, на людей, на настроение, на отношения, которые существуют внутри нашего пространства. Второе. Вы ждите 10 секунд. После действия предыдущего игрока. Поднимите руку и назовите свою роль. После этого действуйте. Это правило нужно нам для того, чтобы у нас не возникало суматохи и сумбура. Вас очень много. Мы все передвигаемся внутри пространства и не можем отследить передвижение каждого человека. И нам нужно успеть воспринять, что же произошло. Поэтому мы ждем, когда здесь один человек сделает действие и начинаем сами уже действовать. То есть поднимаем руку, говорим, вот, например, организация поднимает руку, говорит организация и совершает действие. Действие должно быть законченным. И действие может быть цикличным. То есть если я решила вот так вот вращаться по кругу, то я буду вращаться по кругу. И это мое действие законченное. Я так буду делать в течение перформанса, пока снова не подниму руку и не скажу, например, от лица организации, что вот остановилась я. Скажу тем самым, что я, когда назову себя организацией, я сообщу о том, что я остановилась. Но при этом мы не произносим слова внутри перформанса. Давайте доверимся нашему телу и пусть оно почувствует, как нам нужно действовать. Мы общаемся друг с другом телесно. Также мы можем издавать звуки, но это не должно быть речи. Пятое правило. Четвертое. Вы можете включать других игроков в свое действие, но если они против, не настаивайте. Это правило связано с безопасностью, чтобы мы все себя чувствовали в комфортной ситуации. Если вас вовлекает то, чего вы не хотите, откажитесь, уйдите от контакта или дождитесь своего хода и сделайте контрдействие. Так же мы заботимся о себе внутри пространства. Как я уже сказала, действуйте не говоря, можно звучать. И седьмое правило. Не совершайте то, что может повредить вам или другому. Если вы оказались в некомфортной ситуации, сообщите об этом словами вслух. Так же мы думаем о нашей общей безопасности, в общем пространстве. Хорошо, да. Давайте наконец-то. У нас закончилась организационная часть. Мы можем начать. Вначале мы попросим Ирину встать в любое место в этом пространстве, которое соответствует ее положению в ее ситуации. Как она чувствует? Хорошо. Ирина, теперь вы можете сообщать акторам, куда им встать в вашей ситуации. И, может быть, обозначать те отношения, которые они вступают с другими акторами. Например, организация должна сесть. Или организация должна быть все время выше всех остальных. Как вы чувствуете? Или свои эмоции относительно акторов. Или я боюсь организации. Как вы чувствуете? Вы берите того, кого вы понимаете, куда поставить, а остальные их мы потом разберем в конце. То есть вы кого точно знаете, уверены, прям ставьте, может повернуть в пространстве, разместить. Давайте мы оставим. Кому бумажки с правилами не нужны, я могу забрать. Окей. Спасибо. Она не упала, она отмечала место. Все хорошо. Было примерно где-то здесь, да? Здесь, да? Здесь ближе? Я чуть-чуть. Хорошо. Ирина, вы всех расставили? Это остановить свое место? Вы перешли туда? Окей, хорошо, нормально. Все, теперь кто-то, кто хочет начать действовать, вы можете задать отношения, если нужно. Если не нужно, мы можем начинать. Начинаем. Тогда кто-то, кто хочет что-то сделать, поднимает руку, называет свою роль и действует. Дальше я не буду говорить, большая часть, вы действуете сами между собой. Продолжение следует... Вы сами выбирайте, хотите... Это может зацикленный быть, это может... Одинаковый, да, да. Ну смотрите, выбирайте, что не единственное, которое меняет пространство. Или кого-то. Не, нормально, сделала, сделала, хорошо. Вы можете следующий круг поправить? Так, ну, да. Девная власть. Голосование. Так, ну, да. Спасибо. 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 Наблюдайте за своим отношением к ситуации и к тому, что происходит. Может быть, вы хотите занять чью-то сторону и более активно проявляться. Спасибо. 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 Отмечайте, что происходит и ваши чувства к этому. То есть, что вы можете изменить или вас все устраивает. Меняют ли ваши действия пространство и ситуацию вокруг вас? Спасибо. 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 Поехали. Устанимутку Флор Если кто-то хочет что-то сделать, сделайте. Это последнее ваше действие. Если вас устраивает, все окей. Демократический принцип. На этом мы заканчиваем перформанс. Никто не уходите со своих мест. Можно ли сделать фотографию какую-то? Давайте я сам ждю. Кто видит меня, посмотрите на меня в камеру. Смотрите, важно. Сейчас то, что происходило, у вас был какой-то опыт взаимодействия. Этот опыт быстро будет рассеиваться. Но пока есть, давайте попробуем перевести чувственный опыт в речь, в слова. Если кто-то хочет начать, говорите. Может быть, что-то вызвало, какое-то переживание, что-то, ситуация, встреча, действия. Давайте я начну. Сначала я не могла… Держи. Все, я поняла. Мы говорим по одной минуте, коротко формулируя мысли. Хорошо. Значит, поначалу мои действия, люди, в общем, они делали то, что я только собиралась делать. Вот это было, когда они у меня у ног уселись и так далее. Потом я уже поняла, что тут вообще как-то меня никто не слушает, ничего не надо. И я как-то так это, а, ничего не надо. В общем, смысл в том, что я попыталась законодательную власть привлечь к работе. Но, по-моему, у меня это не получилось, мне так кажется. И я в последнее время стояла и думала, блин, какой из меня хреновый президент. Мы можем спросить законодательную власть. Ну, поначалу я копировала, в общем, эти знания, не свои, не свой опыт. Потом мне как-то захотелось уже само участвовать. И я поняла, что все органы полноценно, самостоятельно действуют автономно. В общем, и их можно, в общем-то, ими управлять. И в этот момент пришло такое понимание, что все работают и что со всеми можно сотрудничать. Но это вот в рамках, наверное, нашего коллектива точно. Ты помнишь, после какого момента у тебя произошло понимание, что все работает? Может быть, что-то случилось? В тот момент, когда каждому было дано время для, в общем-то, высказывания. Кто-то хочет продолжить? Демократический принцип. Находясь в своей роли, я не могла видеть всю картину целиком. И мне было бы очень интересно знать, какая она была. Но я чувствовала очень сильную динамику, по крайней мере, потому что ко мне обращались тоже многие, как-то меняли мое положение. А сейчас, на последней позиции, я вижу собрание, и я чувствую некоторую синонимичность нашего положения. Тем более, что я тоже находилась в каком-то подобном виде. И мне интересна механика всего произошедшего, чтобы понять, почему я была там, а теперь там собрание. Да, давай. Только называйте свои роли, потому что вас не все видят. Да, собрание я вначале был, как бы чувствовал, что я прикреплен к организации и выполнял какую-то специфическую функцию для Ирины, видимо. И это было какое-то особенное собрание. Но со временем я превратился просто в некую рутину, такое бесконечное просто собрание, как в самом себе что-то ужасное и скучное, соответственно. И такая в конце такая мертвая позиция вот появилась просто. Мне тоже в начале я, голосование, была прикреплена к организации, но уже когда были действия, у меня сложилось ощущение, что... Это говорит голосование. Да, это голосование, что я ненужная часть, хотя изначально для Ирины я была как бы главной, как мне казалось. И что в итоге я осталась ненужным голосованием, оно вот так. Ирина, хотите добавить про голосование? Тут про организацию была речь. Организация. Для меня, собственно, как для организации, здесь было огромное количество инструментов. Это было собрание, это были коллеги, это было голосование, это был долг. Просто самый любимый мой актор. Исполнительная власть. Слава Богу, не дошло до судебной власти и законодательной власти, но они тоже присутствовали в моем поле зрения. Самое главное, мне нужно было, ну, то есть, всеми этими инструментами по очереди, я просто ходил за Ириной, их нести, к чему-то еще прикреплять. Ой, такая вот морока. Вот долг отлично, привел, поставил, работает. Замечательно. И... А другой выход был вообще непонятный для меня. Что такое другой выход? Куда выход? Куда она сейчас пойдет в этот другой выход? Поэтому, собственно, как бы, я ощущал постоянное требование некого решения, что Ирина должна осуществить некое решение со мной. То есть, как-то, либо мне предложить какой-то другой выход, либо, может быть, столкнуть меня с демократическими принципами. Я не знаю, что, но просто... У меня были излюбленные инструменты. Да, инструменты насилия, давления и морального, как это... Я не хотела взаимодействовать с организацией, а она меня все время преследовала вместе с долгом голосованием законодательной и исполнительной властью. Мне интересно спросить тех, кого приводила организация к Ирине, что вы чувствовали и что вы хотели... Ну... Только представляйтесь, пожалуйста. Я долг. Большую часть времени я была ведома организацией, и я чувствовала себя органично в такой роли, потому что сама я не понимала, что я могу сделать. То есть, наверное, я должна быть просто спутником какой-то из институций, которые здесь представлены. Так что... Да, мне кажется. Да. Кто-то еще хочет... Только секунду, да. Ответ Ирине относительно того, что организация... Особенность, да, я закончу мысль, что для меня как организации... Почему важна Ирина? Потому что для организации важен субъект. То есть, вот все акторы, остальные не субъекты. Вы единственный субъект, поэтому я буду вас преследовать. Здесь тянула руку судебная исполнительная власть какое-то время назад, и Савва, я не знаю, кто... Коллеги. Савва, ты про эту ситуацию хотел сказать? Да, да, да. А потом... Ну, я как бы с радостью тебя отпустил, и вообще показал по тебе другую выгоду. Все равно, что ты... Ну, если тебе скучно, ты ничего нормального не сделаешь. Но вот все эти кучи принципов просто не дает это сделать, потому что, ну, организация есть организация. Надо ввести там табличку «Кофе-брейк» или там еще что-нибудь. Да, 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 да. Президент что-то хотел бы... Нет, я просто сказала... Сколько? Можно пригласить цыган с медведями? Тогда прогоним. Сколько? Можно я дам слово судебной исполнительной власти? Они просто в начале... Они в конце стоят, их не видит никто, но они достойчиво тянули руку. Я им дам слова, а потом вернемся. Да, судебная власть. Я все время старалась быть таким наблюдателем всего процесса в общем. Меня все время тянуло вот к этой парочке организация «Долг». Все время как-то хотелось как-то к ним поближе быть. И интересный такой момент. У меня тогда возникало ощущение, что меня избегают. У меня... Мне ближе к концу захотелось приблизиться к автору запроса и к выбору, и я уже там как-то вот к ним присоседилась. Но в последний момент, когда было объявлено сделать последнее действие, я решила пойти все-таки к президенту и встать вот так вот с него немножко сзади за плечом. Ну, потому что я очень испугалась. Я исполнительная власть. Со мной не особо много взаимодействовали, поэтому я решила докапываться до всех, проверить... До кого именно? Ты помнишь, до кого именно докапывалась и что происходило? Ну, это было так. То есть я стояла и выдумывала сама о себе задания, потому что никто мне их не давал. И я подумала, а почему бы здесь не проверить, а почему бы здесь не проверить. Кто рядом плохо просто стоял, я проверяла у них документы, ну или просто отдавала... Это честь. Потом я решила, что нужно решить кого-нибудь их документов, поэтому там среди гражданских что-то поскидывала таблички. И потом меня заинтересовал другой выход, но тут-то все и закончилось. Но я его проверила. Да, и скука? Да. Мне кажется, мне нужно было быть просто перманентно со всеми этими актерами, потому что я являюсь неотъемлемой частью всех вас. И происходил какой-то движ периодически, тогда я отходила, потому что я больше чувствовала какую-то неуемную агрессию, а не скуку. Тогда я куда-то дислоцировалась. Но так, чтобы я хотела вообще уйти с этого поля, такой ситуации не возникало ни разу. Кто еще хочет сказать, что-то добавить? Кто не говорил? Так, другой выход, да. Другой выход, я другой выход. И мне, я чувствовала себя такой несуществующей, летящей, как в мультяшках, такие блестки где-то сбоку у экрана. И мне не хотелось, чтобы меня видели, но иногда мне очень хотелось подходить к Ирине и быть как бы очень-очень близко. Вот он, я здесь, очень красивый, очень подходящий, будет гораздо удобнее. Да, да. Но мне при этом хотелось сохранять такую невидимость и несуществующую честь. И когда ко мне подошли коллеги, и голосование было ужасно некомфортно. Хотелось, ну да, я чувствовала себя где-то в будущем, где-то такой, ну, очень загадочный. Все. А коллеги подошли к выходу с какой-то целью? То есть кто подошел? Коллеги. Да. Люди голосования. Ну, надо было же что-то делать в этой ситуации. Ну, я скажу дискриминационную вещь. Ну, мы же с вами живые люди, а это все абстрактные принципы, они не должны нами управлять. А голосование тоже было, да? Я только один раз подошла к другому выходу, это было в самом начале, потому что он меня не устраивал изначально, потому что вначале мы голосуем, а потом уже другой выход. Вот такая была позиция. Ирина, хотите сказать? Слушайте, ну вы решили мою личную проблему, потому что когда я увидела, что собрание лежит на каменном полу, мое сердце не выдержало. И я решила к нему подойти и сделать что-нибудь хорошее. И я увидела, что скука рядом с этим собранием постоянно сидит, но все равно, призмогая себя... Да, я пошла, и даже я встала на колени перед собранием, потому что я приняла эту ситуацию, я долго бегала, спасалась, искала выход в бегстве, обращалась к президенту, шла к другому выходу, и даже, по-моему, к исполнительной власти подкатилась. Но в конце концов я приняла ситуацию и поняла, что демократия – это очень трудоемкая и время затратная штука, но никуда отсюда, от нее не денешься, потому что все остальное еще хуже. Отлично. Если кто-то еще не сказал, давайте скажем... Полина, ты говорила? Говорила. Все сказали. Тогда мы переходим к следующему этапу, когда мы максимально отходим, дистанцируемся от ситуации и думаем, что было предпосылками, что есть в Конституции, что поможет таким ситуациям не случаться, или чего нету, какие правки, какие статьи мы можем внести, чтобы этого не было впредь. Очень важно. Мы сейчас снимаем свои таблички и больше мы себя не идентифицируем с ролью. Мы становимся все гражданами. Есть мягкие пуфики, можно взять их, сесть везде в круг. Здесь, да? Да, в пространстве, да. Активные зрители, вы можете к нам присоединиться и, может быть, рассказать еще тоже о своих впечатлениях, о тех связях, которые вы увидели. Может, внести какие-то предложения в эту ситуацию. Как же мы можем ее изменить? Лола, и мы хотели вас тоже попросить поучаствовать. Да. Да, сейчас. В том смысле, подумать, как юриста, как мы можем эту ситуацию изменить? Может быть, какие-то правки внести? Пока у нас все рассаживаются, я тут записала немножко план рассказа. Я могу еще раз рассказать связи, которые у нас выявились. Президент говорил про то, что он пытался привлечь к работе законодательную власть, и у президента не было возможности действовать, потому что за него все время действовали другие люди более быстро, чем он. Я вот могу показать, как я записала. нам просто не разрешили здесь никуда приклеивать бумагу. Но мне неудобно читать. Давайте я буду держать. Да, давайте. Спасибо, да. Да, вот это у нас карта нашей ситуации. И вот что говорила законодательная власть, что всем нужно время для высказывания. Она почувствовала, что все начало работать, когда появилось время. И мне кажется, это очень важно соединить с теми словами, которые говорила Ирина. потому что она сказала, что она осознала, что нужно время. Давайте встанем, чтобы участник даже видеть. Да, давайте. Спасибо. Да, но надо, чтобы еще видели и зрители. Теперь никому не видно, да? Хорошо. Хорошо, да, я все перескажу. Или мы можем встать за участниками. Пойдемте, да. Хорошо. Демократический принцип. Говорю, что он не видел всю картину, и ему хотелось бы лучше осознать, как все работало. Но он заметил, что собрание так же легло, как он. И ему было бы интересно выяснить, почему это произошло. Так, дальше у нас собрание, как вы видите, являлось инструментом организации. И у организации также было очень много инструментов. Организация вообще инструментализировала всех вокруг. Организация. Да, но она инструментализировала долг, голосование. Со скукой не получилось взаимодействовать. Скука. И с другим выходом тоже не было понятно. Другой выход. Потому что как раз другой выход предпочел существовать в мерцающем состоянии, мечтательном и несуществующем. Что касается долга. Вот он себя считал спутником институции. Долг. Да. И ему было окей, что его инструментализировали. Организация осуществляла давление над всеми, и в этом чувствовала свою роль. Но также у него была потребность решения. Видимо, с помощью давления, я так понимаю. А также организация инструментализировала голосование. Голосование чувствовало себя ненужным. И другой выход его вообще никак не устраивал. Что касается коллег. Коллеги говорят, что куча различных принципов не дает ничего сделать, но важны именно человеческие акторы. И, возможно, нужно о них позаботиться. Например, внести кофе-брейк. Исполнительная власть сначала не знала, что делать, но потом решила, поскольку она не была слишком связана с законодательной властью или судебной, она решила сама давать себе задание. И проверяла документы у всех. Судебная власть чувствовала себя наблюдателем. Судебная власть. И чувствовала, что ее избегают. Она стоит в стороне, за плечом у президента. Ну, в общем, я вам пересказала речь наших акторов. Надеюсь, вы еще раз смогли это осмыслить. И теперь мы подумаем, что же мы можем изменить в Конституции. Либо посмотреть, соблюдается она в данном случае или не соблюдается. Если у кого-то есть предложение, то welcome. Мы можем сейчас их записывать с другой стороны. Я, конечно, извиняюсь, но пока что я чувствую очень слабую связь с ситуацией, как Конституция может регулировать вот эти отношения. Потому что вот эта проекция, она настолько в моем таком прикладном ключе юриста, она нереальная. Потому что Конституция не регулирует способ участия в собраниях. То есть это исключительно ситуация, которая не то, что не должна регулироваться Конституция. То есть я бы выбрала бы другую ситуацию. Мне пока что сложно дать комментарий по тому, как в связи с возникшей ситуацией должно меняться наше действующее законодательство. Вот я послушаю, что другие говорят. Если какие-то другие модели абстрактные мне презентуют, я какое-то четкое мнение скажу. А пока что ничего не родилось. Хотя у меня много есть соображений в отношении Конституции, в отношении законодательной власти, в отношении исполнительной, судебной. Но как раз-таки вот эти три объекта, а можно сказать и субъекта, потому что исполнительная власть – субъект, и законодательная власть – субъект, то есть они не имеют никакого отношения к запросу, к человеку запросу. Потому что есть правила организации, где предлагается голосовать, а Конституция здесь, так скажем, не привязана к правилам этой организации. В конце концов, в этой организации могут быть вообще установлены правила, что там вообще не голосуют, а просто там руководитель какие-то решения принимает. Ну, а как вы думаете, может быть, как раз и в этом и лежит корень проблем, потому что у нас был, в принципе, демократический принцип. И демократический принцип, он распространяется на самые низкие, условно низкие принятия решений, до самых высоких. И, возможно, у нас демократический принцип, как актор, он не был активен в этой ситуации. Или был. Ну, то есть мы можем обсудить это вот в таком ключе. Или, к примеру, одно из моих наблюдений я видела, как законодательная власть присоединилась к Рине, которая стояла рядом с президентом. И как будто бы, ну, я почему-то у Ирины увидела какое-то победоносное, счастливое лицо в этот момент. И Ирина в этом смысле, ну, моя интерпретация как зрителя, я тоже как активный зритель, не как ведущая, а как зритель сейчас говорю, что, возможно, именно само ощущение того, что человек причастен к решениям, и что он вообще способен принимать решения, его решения слышен, ну, например, президент, вот, или законодательная власть. Возможно, как раз здесь вот это является ключом. И вот обеспечивает ли нам, можно задать такой вопрос, обеспечивает ли нам Конституция возможность участвовать в осуществлении демократического принципа и в законодательстве Российской Федерации каким-то образом? Ну, если начнем вот с предыстории, что даже вот такой активный человек, который осознает свою ответственность, и даже он не хочет участвовать в собраниях, имеется в виду Ирина Сироткина, здесь уж можно транслировать это, что весь наш народ как бы осознает, может быть, в глубине души, что да, там, можно участвовать в выборах, можно влиять, можно действительно выбирать. Но глобально нация этого не делает. Разве вот такие параллели бы я провела? Потому что возможности есть, они как бы прописаны в законе. И как я уже, мы вот встречались, то есть я говорила, что наша Конституция, я не могу сказать, что безупречна, но она достаточно современная, она отражает все как бы передовые веяния, мысли там, она четкая, она ясная, она как бы хорошая. И как бы тот факт, что мы не пользуемся возможностями Конституции, это, наверное, упрек, но как бы безразличию или там ленности нашего народа. Может, есть другие причины. Ну, как бы их много на самом деле, да, то есть потому что, ну, так вот обобщая, можно сказать, что люди, которые отчуждены от, допустим, от средств производства, или у них нет просто финансовых возможностей, они просто решают свои частные проблемы и пытаются выжить. И в этой ситуации, когда ты им говоришь о выборах, все, то есть это, кажется, такой надстройкой далекой от их существования, что они не верят, что что-то может измениться. Но это как бы просто разделение общества и еще более, как говорят современные исследования, то есть мы вот разделяемся на бедных и богатых, то есть при том с такой скоростью, ну, сумасшедшей. И что, конечно, люди, которые выживают в самом низу, они не надеются на какие-то перемены, и весь их мир, он сосредоточен просто на вопросах выживания, не более того. Спасибо, Лола. Но мы с вами договаривались, что вы нам еще расскажете про свой положительный пример изменения в законодательстве. Да, но об этом мы поговорим уже на дискуссии. Вот хочет Дмитрий что-то сказать и Таня. Сначала Дмитрий, он раньше поднял руку. Ну, просто исходя из поставленных задач, я думаю, мы можем вернуться прямо к тексту Конституции, что исходя из запроса, что я могу сказать, что я здесь ощущаю и вижу факт некого ощущения принуждения к участию в Демократическом институте, в выборах, принуждению через некое такое приравнивание, как активный гражданин, гражданин, гражданская ответственность. И что вот эти вот все слова – это есть благо, а не соответствие этому, не участие – это есть ну, как бы такое порицаемое, то есть пассивность, и оно несет негативный окрас. Прям вот, если я не принимаю участие, то значит, я плохой гражданин. Если я плохой гражданин, то я плохой человек. И здесь я просто подумал, что нашел статью. У нас есть аж несколько статей. Вот. Блин, прям потерял. Это ж надо. Да-да-да-да-да. У нас есть… Скажу общее, да? Просто потом найду, укажу, какие статьи. У нас есть статья, где говорится о том, в какой форме осуществляются демократические выборы, о том, что гражданин имеет права осуществлять, выбирать, быть избранным. Но у нас не предусмотрено, что гражданин ну, как бы может иметь такое же право не воспользоваться этими правами. То есть у нас как будто бы, ну, вот это проговорено, а то, что я могу в этом не участвовать, не проговорено. И получается, что ты гражданин только когда ты ими воспользуешься. Ну, условно. И второе… Да что ж такое-то? И… Давайте так, я когда найду, я скажу. И есть еще одна статья, которая точно об этом же, и мне кажется, что имеет смысл как раз в них, если мы говорим об изменении, да, включить возможность того, что как использовать эти права, гражданин имеет право, так и не использовать. И что, ну, от этого статус гражданина не меняется. Может быть. Да. Таня, хотелось бы сказать. А я бы хотела вернуться к запросу Ирины. я вот сейчас сижу и думаю, Ирина, вы меня очень хорошо выбрали в президенты, потому что я на сто процентов разделяю все, что вы описали. И в таких вещах участвовать очень не люблю. И я хочу сказать, что Ирина, она ведь предъявила все свои, то, что ей не нравится. И я как президент просто не могла озвучить это словами, поэтому я долго пыталась привлечь того-сего, но на самом деле я считаю, что в принципе вот этот демократический принцип можно как-то, ну, я бы так сказала, может быть, это неправильно, но засунуть в рамки, но, допустим, чтобы каждый человек вот на этих собраниях имел определенные минуты. Вот нам сегодня сказали все по минуте, все быстренько уложились в минуту. Кто успел, хорошо, кто не успел, учитесь. В следующий раз будете выступать, чтобы это не вызывало тягомотины, чтобы это не было так скучно, потому что реально растягивается время на час, на два, на три, ты слушаешь, и в итоге это ни о чем. Поэтому я вот как-то думаю, что возможно что-то прописать, типа коротко, четко, внятно формулировать свою идею, представлять ее другим, и на это выделять определенное количество минут и не больше. Вот у меня такое предложение. Мы, да, как-то мы на нашей игре предыдущей говорили о том, что важен какой-то общий язык у граждан и у власти, чтобы он был и чтобы мы могли говорить на одном языке и формулировать на одном языке. Мне кажется, это вот в эту сторону может быть. И, да, мне кажется, это про регламент собраний. И я так мягко намекаю, что у нас есть регламент, да, у нас есть регламент, и дальше у нас должен быть разговор с экспертами и разговор о социальном перформансе, но Дмитрий хочет сказать. Да, спасибо. Я просто обещал. Статья 29, пункт 3. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. Мне кажется, сюда можно добавить в том числе и к реализации собственных прав. Ну, я сейчас грубо формулирую, да? Спасибо. Может быть, если кто-то еще хочет коротко сейчас сказать, то у вас есть такая возможность. Ирина. Ну, мне кажется, вот Татьяна, наш президент, она предложила очень хороший другой выход. Это как бы воспитание в себе инстинкта демократичности, да, чтобы люди считались не только собой, но и с другими и, ну, как бы проявляли уважение, в которое входит и чувство времени и предоставление возможности другим высказываться. Вот. И в конце концов, мне кажется, моя проблема решена не только сочувствием к собранию и коллегам, но и к поиску другого выхода. Спасибо. Давайте сделаем три минуты перерыв, пять минут максимум. Мы поставим столы и подготовимся, спикеры подготовятся к разговору. Пожалуйста, не уходите, потому что сейчас очень интересно послушать ваше мнение и поговорить об этом. Вначале мы переходим, мы всю ситуацию фиксируем в речи, и это важно как-то зафиксировать начальное, потому что часто ситуации бывают аффективные какие-то, и они меняются, поэтому мы фиксируем ее в речи, разбираем акторов, назначаем роли, если действует в пространстве, а потом осмысляем что разлучилось через, опять же, речь, то есть получается мы переходим из речи в какое-то чувственное взаимодействие, там случается что-то новое, что мы потом как-то проговариваем и дальше мы с этим имеем дело. И ключевые принципы, которые здесь есть, это проект партисипаторный, основанный на взаимоучастии, и то, что внутри происходило, то, что было в части перформанса, оно произошло только потому, что те, кто участвовали, делали то, что они делали, и какие-то были взаимодействия, если бы были другие люди, было бы что-то другое. Но так или иначе это становится каким-то предметом для обсуждения и для интерпретации. И здесь смешивается, то есть у каждого из участников или участниц есть свои представления об исполнительной власти и других акторах, и есть какие-то ситуации, которые не попадают. И это все смешивается, и создается какой-то общий нарратив, общая ситуация, описывающая как-то это. И за счет этого мы можем как-то по-другому посмотреть. Получается много разных мнений, которые говорят об одном и том же. Второй элемент, который важный, это имбадимент или погружение в роль. И здесь интересно, то есть как бы здесь много абстрактных сущностей. И в реальной жизни мы с ними не имеем, ну я лично из своего опыта говорю, я не имею с ними какого-то коннекта или не замечаю их. Но здесь они становятся действующими акторами, и я могу с ними взаимодействовать внутри. И у меня появляется какое-то отношение конкретно к исполнительной власти, к президенту или к собранию, которое здесь есть. И это создает какое-то мое личное отношение к этой ситуации и к этим акторам. А третий важный элемент это перформативность действия, то есть мы действуем и что-то меняется в пространстве. И здесь я хотел сослаться на Брайан Массуми, который развивает предложенные спинозы определение аффекта говорит, что воздействовать и быть затронутым. Говорит, что аффект — это значит воздействовать и быть затронутым. Это значит быть открытым миру, быть активным в нем и быть терпеливым к его обратной активности. И чтобы эффективно изменять, нужно находиться в отношениях. По сути, столкновение с другими становится следствием аффектирующей разности участников и ролей. И проявляются имеющиеся связи, создаются новые, и взаимодействуя от ролей мы создаем какой-то коллективный опыт, который потом помогает понять, что же произошло внутри на самом деле. И все вместе взаимоучастие, эмбанимент и перформативное взаимодействие, основанное на аффекте, оно становится какой-то дискурсивной практикой или способом поговорить о проблеме или явлении. По сути, здесь я хотел сослаться на Карен Барат, которая в своей статье «Постчеловеческая перформативность. Обратно к пониманию, как материя создает значение», пишет, что дискурс это не то, что говорится, а то, что ограничивает и делает возможным высказывание. И дискурсивная практика определяет то, что наделяется смыслом, утверждение, которое наделяется смыслом. И в данном случае лаборатория она каждый раз как будто исследовательский аппарат, который каждый раз определяет, что же такое Конституция в данной конкретной ситуации и представление участников о Конституции. И если мы проводим ее в разных местах, в разных социальных группах или с разными участниками, все время получаются разные срезы одного и того же, и как будто понимание разных людей складывается. И в завершении хотел сказать, просто процитирую, что смысл никогда не производится в изоляции или через изолирующие процессы, а скорее создается через запутанные сети связности, через отношения с другими. Он проявляется в разности, и разность сама и создает смысл. Ирит Рогов в тексте 2008 года Контрабанда пишет, что критичность сама по себе является способом воплощения состоянием, из которого нельзя выйти или достичь критического расстояния, но которая скорее женится на наших знаниях и нашем опыте способами, которые не являются комплементарными. Критичность, основанная на эффективности, взаимодействии, на участии, на перформативности, создает иные возможности исследования проблем. Такие практики перформативного производства знания дают не один ответ, но много ответов. Они скорее привлекают внимание, повышают критичность вопроса, позволяют участникам получить доступ в иной режим существования. Становясь практикой критического высказывания, они по-прежнему остаются танцем или перформансом. Танцевальный и перформативный проект в силу своей специфики их создания является основой для временных сообществ. Под спецификой я понимаю необходимость регулярных встреч и взаимодействия между участниками телесного, ментального, эмоционального. И такое сообщество существует, пока проект разрабатывается или пока он показывается где-то. Такие временные сообщества зачастую способны производить больше смысла и опыта, чем кто-либо из участников в отдельности. Однако в проектах, работающих с реальными ситуациями и явлениями, такие сообщества начинают производить и транслировать другую степень внимательности к окружающему миру. Эрика Балсом в своем эссе «Сообщество, основанное на реальности» говорит, что хочет жить в сообществе, основанном на реальности. Это воображаемое сообщество, основанное на практике заботы о том самом хрупком из понятий. Она пишет, что разборчивое изучение распознаваемой реальности становится задачей величайшей срочности. Предание первенства регистрации физической реальности может пробудить наше внимание к текстурам мира, которые действительно существуют и в котором мы живем вместе. И закончить я хотел ее же цитатой о том, что истина не ждет, чтобы ее поймали, а реальность ждет. Вот. Это значит, что мы в лаборатории действующей Конституции пытаемся понять отношения между акторами политическими и действующими лицами и как-то понять, почему работает Конституция, почему не работает. И на самом деле не факт, что мы находим какой-то истинный ответ, не факт, что это соответствует реальности, но это вырабатывает какую-то политическую позицию, вырабатывает какой-то язык говорения об этом. Это вырабатывает какую-то практику мышления об этом. И это создает какое-то сообщество внутри проекта. Я об этом не сказал вначале, но мы этим занимаемся год. На каждый перформанс нужно человек 10-15. За год в нашу лабораторию участвовало больше 50 человек. Кто-то регулярно участвовал, кто-то приходил иногда. И это все сложилось в какой-то коллектив мыслей, который думал об этом, говорил об этом, и который этот опыт выносил за пределы лаборатории. И мне кажется, это самый мощный эффект, который был. То есть мы что-то проясняли, это текст Конституции сам по себе сложный. И мы его читали, разбирали, пытались понять. И вот это понимание разносили наружу. И в этом смысле истины не ждет, чтобы ее поймали, но реально ждет. То есть мы взаимодействовали с каким-то реальным феноменом Конституции Российской Федерации и пытались ее поймать. Спасибо. Есть какие-то вопросы? Кажется, нет. Тогда мое выступление будет речью художника о том, что он делает и почему он делает это. Хочется вначале сказать о нашей СВИКом лаборатории действующей Конституции, которая развивалась благодаря тому, что ВИК был в резиденции на фабрике и у него был танцевальный зал, где мы могли проводить наши лаборатории. За четыре месяца осенью прошлого года 2018 мы провели десять лабораторий и, как уже сказал ВИК, у нас сформировалась группа людей, которым были интересны те вопросы, которые мы затрагивали, которые обсуждали эти вопросы и за границами наших встреч. Дальше мы провели еще некоторое количество расстановок в Петербурге в независимом пространстве 4, 413. Также мы провели расстановку для школы активистов, которая делает Катрина Нинашева. также мы провели в фонде Владимира Смирнова Сорокина одну из наших расстановок, где мы снимали видео для нашего тизера к лаборатории. И по этим результатам у нас был перформанс, который назывался митинг-митинг. он проходил в рамках резиденции организованной Дашей Демехиной публичной и приватной в пространстве Куб. Буквально недавно он нас проходил. Там мы наши результаты, наши поправки, которые мы внесли в Конституцию, мы преобразовали в личные высказывания, написали на лозунгах и позволили состояться митингу несанкционированному просто потому, что он существовал в художественной галерее. Это было на Тверской 3, рядом с Кремлем, и нас очень подогревала эта мысль о том, что мы можем вот так взять, собраться и воспользоваться ресурсами галереи для того, чтобы публично высказываться. И нам очень важно было еще осмысление того, как перформанс или как митинг существует в медийном пространстве, поэтому у нас присутствовал фотограф, который снимал наш митинг, и вы можете его увидеть на Фейсбуке, как он существовал. Также у нас были и поправки предложены в виде наклеек, которые распространялись на фабрике, на завершающем резиденцию Вика по Казе. Там у нас голубым цветом были предложены поправки к реальному тексту конституции. Эти наклейки можно было забрать с собой и наклеить на ноутбук, тетрадку, себе на стенку или холодильник. То есть как развивается и действует наша лаборатория? Она, конечно же, собирает документацию и дальше мы обдумываем, что делать. Возможно, мы направимся в более такое социологическое и следовательское русло, возможно, в более игровое. Мы сейчас это обсуждаем. Может быть, мы разделимся в области наших исследований с Виком. И я бы хотела сказать про те принципы, которые нам важны в работе над лабораторией действующей конституции, но и мне лично важны в других моих художественных работах. Это принцип горизонтальности, конечно же, включенности тела и телесного знания, безопасной среды, которую художник создает. также я вижу роль художника как художника- медиатора, художника- инструктора, художника- куратора в таких пограничных, посреднических ролях, мне кажется, как это сказать, но для меня важно выступать, потому что я бы хотела организовывать такие пространства или такие формы взаимодействия, которые реально меняют социальные взаимоотношения. Вик уже об этом говорил, как раз заключительную часть своего сообщения. И для этого я использую не художественные практики, это могут быть физкультурные практики, танцевальные практики, перформативные, психологические, потому что изначально мы отталкивались от расстановок по Хеллингеру, когда обсуждали нашу лабораторию, но потом мы отказались, потому что нам как раз важна нейерархичность, а в этой практике там существует четкая структура. Нам же важно, что каждый актор, каждый участник нашей работы самостоятельно принимает решения и оказывается там, где он считает нужным, и свою роль руководителя этим процессом мы смещаем в сторону обозначения правил, и как вы видели, ни я, ни Вик практически не вмешивались в то, что происходило между вами, участниками нашей лаборатории. И здесь как раз и лежит область политического высказывания, как я вижу. то есть вот если мы берем эти практики, которые используются внутри, например, капиталистического общества, или они включены в некое мировоззрение, мы вынимаем из них мировоззрение, мы берем то, что работает, и переструктурируем отношения в том, что работает. Это можно назвать инструментализацией этих практик, но мне кажется, что я бы это назвал политизацией этих практик, потому что мы осмысляем, какие отношения они формируют между людьми. И можно говорить о том, что наша лаборатория, она политическая, потому что у нее такое название действующей конституции, но для меня важно, что она политическая, потому что она формирует поле публичного высказывания, где каждый участник может себя почувствовать реальным политическим актером, который может изменить ту ситуацию существующую, которая сейчас есть в стране, и почувствовать, что политика находится не где-то от него далеко, и он совершенно из нее исключен, и не может принимать решения, но нет, он может, и мы даем некую веру, и здесь я бы сказала, что мы используем, точнее, можно подумать о том, что конституция связана с constellation, созвездием, и мы представляем некое созвездие взаимоотношений, которое изменяет существующую действительность, то есть в неком роде это еще и такая гадательная практика, мы вот здесь и сейчас изменяя отношения между людьми, возможно, изменим это в более глобальном масштабе, но в целом я сказала. Есть ли вопросы? Спасибо за интересный доклад. Есть ли вопросы какие-то к Анне? Кажется, нет. У меня есть один вопрос. Ты говорила, что видишь свою роль в том, чтобы быть посредником, да? А ты не могла об этом поподробнее рассказать? Посредником между кем и для каких целей и что это за посредничество? Ну, посредничество между людьми. Я устанавливаю определенные правила с помощью того пространства, которое я создаю и тех инструкций, которые я создаю. То есть я прописываю некую последовательность действий, которая формирует определенные отношения. То есть это относится к такой идее о том, что важно создать какие-то отношения в рамках этой работы, в рамках перформанса, для того, чтобы они потом как-то сыграли дальше, но ты имеешь в виду посредник, просто как человек, который создает определенный тип отношений. Мне кажется, здесь можно говорить про партиспоторность проекта. То есть мы как художники, я как художник, мы создаем какую-то рамку, какую-то структуру, какую-то партитуру изменения опыта, знаний или создания опыта, знаний участников. И в этом смысле интересно, что у меня есть какое-то свое конкретное мнение. У Ани есть мнение, у Лолы есть, у каждой из вас есть мнение. Но интересно, когда мы создаем эту рамку, эту ситуацию, что придут люди, и у них их мнение станет видимым и создадут какую-то основу для дальнейшего развития и говорения об этом. И в этом смысле посредником, когда я создаю эту ситуацию, в которой может появиться что-то новое. Опыт, знание или мнение. У меня теперь два микрофона. Спасибо. Кто-нибудь хочет? Один. На самом деле два не нужны. Вообще у нас по плану мое выступление. Наверное, так и сделаем. что я хотел сказать. Я несколько раз участвовал в лаборатории и в разных ролях, в ролях одного из действующих лиц, в ролях человека, который оставляет запрос. И меня очень интересовал этот проект, потому что в нем есть большой потенциал. Мне кажется, что до сих пор еще в российском искусстве часто проекты или то, чем занимаются художники, очень сильно капсулированы. То есть человек занимается чем-то, каким-то своим карьерой, своим искусством. Это такая вещь, которая очень капсулирована в том смысле, что она производится по довольно понятным и готовым схемам. и она произведена как элемент системы искусства, в которой она должна быть встроена и дальше в ней существовать. То есть это есть такая завершенность такого плана, что вроде бы все ясно. Кто-то рисует картину, это самый простой пример, или делает объект, и все кажется понятным, что с ней нужно делать. картины нужно смотреть, писать статьи, думать, наслаждаться и так далее. Но это на первый взгляд. На самом деле важно совершить смещение объекта искусства на процесс его производства. произведения этот об этом писали это как бы такой сдвиг, который произошел в философии после 68 года, или скажем, если вы уже говорите о художественной критике, то такое упражнение предлагает сделать такой известный критик Николай Брио, он предлагает посмотреть на процесс производства произведения, потому что именно в этот момент, именно в этом процессе и создаются те условия, в которых с этим произведением можно будет потом взаимодействовать. Ну, в качестве примера я не буду придумывать ничего другого, как эта лаборатория, которую вы сейчас видели. Я не хочу сказать, что весь процесс производства был как бы на виду, но уже ясно, что уже ясно, что есть какое-то сообщество, об этом Вик говорил, то есть люди, которые участвуют в этом, которые участвуют не один раз, может быть, которые думают, обсуждают всю эту ситуацию. Вот я, например, тоже такой участник, просто участвовал в какой-то момент, потому что мне это показалось интересным. Потом я в результате включился, участвовал еще раз, теперь мы сидим за этим столом, вместе обсуждаем это. Это как бы такая траектория участия, она возможна очень по-разному. Когда вы видите картину в музее, вы не можете попасть туда, внутрь. Когда вы участвовать в этом перфорате, вы можете попасть внутрь него и можете менять его изнутри. То есть это как бы лаборатория участия еще в каком-то более глубоком смысле, чем это обычно происходит в искусстве, потому что можно участвовать не только в этом процессе, но и в его организации в конце концов. Это очень важный момент политический. Но все же мне кажется, что для того, чтобы этот перформанс или этот проект или этот процесс мог быть политический в полном смысле, нужно еще несколько, нужны еще несколько составляющих, которые выводят его с одной стороны в социальное поле. То есть позволяют создавать не только эту среду, как бы, это очень важно, это может быть самое важное, но возможно необходим еще какой-то интерфейс, который бы позволил соединить этот процесс создания сред с большим обществом. Я не знаю, что это должно быть. Это как бы предмет отдельного разговора. Но если сослаться здесь на такую интеллектуальную, чисто вот на концептуальный уровень, можно сказать, что можно воспринять вот эту внутреннюю работу сообщества как некоторую тактику. Тактику нашего взаимодействия и тактику политическую, в том числе о политических аспектах мы уже говорили. Но тактики не работают без стратегии. Скажем, Фуко, когда писал о власти, о том, как она устроена, он замечал, что власть это не то, что принадлежит правительству и институциям. Власть это то, что происходит между нами. Но институции не нейтральны по отношению к власти. Они пытаются ее захватить и присвоить. Ее поселить внутри себя. Таким образом происходит процесс интеграции. И этот процесс порабощения, можно так сказать. И этому процессу противостоит иной процесс, который Фуко называл стратегическим кодированием. Иначе говоря, в этой политической ситуации, в которой мы все находимся, есть какие-то очаги сопротивления, есть власть, есть контрвласть. И если удается как-то удачно соединить все эти очаги сопротивления, может быть, даже помыслить некоторую их общность, то это начинает работать политически. Но мне кажется, что поэтому важно соединить это с обществом. С другой стороны, мне кажется, что это могло бы быть еще более интенсивно, как процесс, в котором вы все участвовали, в котором мы наблюдали. Но у меня нет времени. Нет, или еще есть пара минут. Я просто хотел еще сказать два слова по поводу такой интересной вещи, как хореография. У меня, собственно, доклад, вроде бы в нем есть слово хореография. Это не просто так. Дело в том, что сегодня хореография мыслится как такая вещь, которая не столько относится к танцу, как мы привыкли понимать танец, а относится к телу и его существованию среди других тел. И даже более того, к производству тела. Потому что тело это не такая вещь, которая... Мы на самом деле не знаем, что с собой представляется наше тело. все, что мы знаем, это всего лишь наш уровень сознания, тело это нечто большее. Есть философы, например, Ницше, которые считали, что тело это как бы владеет большим умом, большим могуществом. Это нечто более интеллектуальное, более могущественное, чем наше сознание. В этом смысле мы вроде бы сидимся вместе, но на самом деле кто здесь сидит, это большой вопрос. И хореография, она раскрывает как бы это потенциал нашего взаимодействия, которое остается за пределами нашего привычного осознания. То есть таким образом эти тела производятся с помощью повседневных разных практик и с помощью того, как люди взаимодействуют. Если мы поменяем то, как мы взаимодействуем, наше тело изменится. По крайней мере, то в наших телах, что мы осознаем, а это самое важное, это все, что у нас есть про наши тела. Так вот, хореография – это такой вот процесс и как бы есть такая вещь, как социальная хореография. То есть общество – это как бы и есть этот процесс по производству наших тел, наших эмоций, наших действий. Это открыли первые социологи, и это было довольно интересно, потому что они взяли и сказали, Эмиль Дюргейм, у него была такая идея, что общество накладывает свои собственные законы на наше взаимодействие. Мы не знаем этих законов, мы можем их узнать. Для этого нужно обратиться к статистике и посчитать какие-то большие общности. И таким образом мы узнаем что-то важное о нас самих и что нами управляет. Мне кажется, что… Почему интересно говорить о социальных хореографиях? Потому что это способ помыслить этот мир, в котором мы живем, и который вносит в наши тела и в наши мысли разлад. То есть вносит как раз разлад между нашими мыслями, нашими действиями, нашими чувствами. мы не можем их соединить в одно какое-то счастливое целое. Мы разбиты как стакан, который упал на асфальт, и который как-то расположился, его выкинули в мусорное ведро, или сделали из него какую-то подделку, но мы как бы разбиты как стекло. И хореография, социальная хореография, это попытка представить себе социальное взаимодействие, которое существует в каком-то более подвижном, пластичном и счастливом как бы виде. И как бы в этом перформансе мы наблюдаем, что это вроде раскрытия этих законов, которые нами управляют, потому что часто отмечают люди, которые участвуют в этом перформансе, что это как раз то, что в нем есть от этих расстановок. То, что когда люди вдруг начинают играть в эту игру, что-то меняется, и они перестают быть отчасти собой. Они начинают быть кем-то другим. И это то, что позволяет нам понять, как общество работает на самом деле. Когда мы в обществе, мы просто привыкли, но мы тоже играем какие-то роли, тоже не являемся собой в полной мере. И когда мы видим этот механизм, мы понимаем, как он работает. И здесь важно еще то, что он затрагивает нашу очень внутреннюю какую-то личную эмоциональную и телесную уровень. Это же практика терапии, расстановки Хеллингера. Здесь речь не идет о терапии в чистом ключе, здесь речь идет о эксперименте, который раскрывает травму. Терапия – это работа с травмой. Согласно идеям Ницше, это проблема, такая травмированность, он называл это рессентиментом, управляет личностью, это центр личности. И этот центр, это главный момент в движении истории, потому что эта травмированность, рессентимент приводит к нигилизму, который он считал главным движением в истории. К отрицанию нашей возможности что-то поменять. Когда говорят политики грязное дело, мы не будем вмешивать это рессентимент. Это отрицание того, что ты можешь вообще на что-то влиять. Это как бы травма, на самом деле, которую нужно исцелять, чтобы участвовать в политике, чтобы менять жизнь. И в этом смысле эта лаборатория дает какую-то попытку, подход к этому, к очень глубинному такому пониманию политики, которая обычно не задействована и которая может раскрыться. Но это как бы отличие от терапевтической практики заключается в том, что результат открыт, результат не улаживания отношений со своей семьей, своей жизнью, а это результат, который раскрыт социальному, раскрыт большим большим общностям. И это то, что завораживает в этом проекте, это большой потенциал. Но это просто болтовня как бы из области концептов. А теперь мне интересно было бы передать слово людям, которые более конкретным знанием. И это особенно интересно, потому что именно это позволяет представить, как проект может заработать на самом деле. То, что я говорю, это мечтания, какие-то соображения. Вот есть люди, которые более практическим знанием, более материальным, которым мне хотелось передать слово. Да, да. Ну, уже два раза я предлагал задавать вопросы, и теперь насчитало время для того, чтобы предложить это третий раз. Можно я микрофон дам вам? Я думаю, я достаточно хорошо слышу, но я могу сказать, что я могу сказать. Да, да, вдруг кому-то это понадобится. У меня есть вопрос к создателям. Вот мы много говорим про потенциал и социальное как бы в искусстве. Вам страшно от того, что вы делаете этот проект или нет? Как вы себя ощущаете в политическом поле настоящего Российской Федерации делая этот проект публично? Страшно. Ну, на самом деле, когда мы начали этим заниматься, в какой-то момент появился, у меня появилось ощущение, что мы как будто группа заговорщиков, которые делаем какую-то подрывную деятельность против государства, потому что мы оспариваем текущее положение дел и предлагаем какие-то, ищем какие-то альтернативные пути. И это очень сильное было переживание для меня, это было в самом начале. И на самом деле, мы публикуем это в Фейсбуке или где-то, и это на самом деле такой прям все время момент, типа, ну, мы не защищены ничем, потому что это какая-то альтернативная институция, альтернативная организация, которая оспаривает текущее положение вещей. Мне страшно, но мне страшно и интересно делать, и весело, да, Поэтому я просто, как бы, это дурацко звучит, но типа не могу не делать, но это, ну, то есть, я считаю это важным, и мне неинтересно делать неважные вещи, интересно делать важные, и поэтому уже про страх не очень думается. То, что вы делаете, вы все же рассматриваете больше как терапию, то, о чем сейчас говорил Павло, как какой-то прецедент социальной хореографии, то, о чем, опять же, говорит Павло, или вы это рассматриваете больше как реальный как бы call to action, потому что вы, Аня, ты говорила о том, что вы собираете документацию этих всех проектов, у вас есть комьюнити, у вас есть сообщество людей, которые через это проходят энное количество раз, у вас есть какая-то сериальность в этой истории, вы становитесь потенциально опасны, если вы хотите сделать какое-то реальное заявление, если вы хотите реально поменять правила игры в существующей конституции, этот проект достаточно острый, но когда мы обсуждаем этот проект сейчас, мы обсуждаем его на уровне как бы такого дискурса отвлеченного, и как бы даже та острота, которая в нем есть, с вашей стороны педалируется так, что это как бы мы не хотим как будто дожать эту историю, поэтому я отлично вас понимаю, это не оценочное суждение в смысле того, что чуваки, вы не дожали, это не так, у меня у самой нет определенных органов, чтобы сделать подобные жесты относительно Конституции Российской Федерации, или относительно проекта, который касается Конституции Российской Федерации, но это же очень интересно, вы говорите про магнитики, про наклейки, про вот эти как бы едборовские жесты, партитур, когда вы вырываете что-то, вклеиваете новое, перепрошиваете, и все это как бы такие жесты, которые мы делаем, как художники, вот так вот типа оп, я немножечко как бы подпнул эту землю, но на самом деле она стоит, и опять-таки оп, но на самом деле все нормально, то есть мы на самом деле как будто не стремимся изменить это в каком-то реально действенном ключе, а мы говорим про социальное искусство, и мы говорим про то, что это все как бы обретает комьюнити, обретает архивацию, обретает некую стратегию, более того, и как бы эта стратегия потенциально может вести куда-то, и здесь самое интересное в этой всей истории это то, что когда ты, Павло, говоришь про карьеру и про то, что художники занимаются своими художественными проектами, ну для меня здесь вопрос, то есть это опять же это не оценочная история, мы все как бы знаем правила рынка, и все в него погружены, но это очень интересно, как ты это как критик оцениваешь, как потенциальный проект в художественном поле, при этом мы все знаем, как художественное поле работает в смысле документации, в смысле вырабатывания стратегий, и в смысле того, как ты предлагаешь рынку современного искусства некий формат, в который удобно запихивается тема, которая потенциально хайповая, стейтмент. ты просто очень много сказала и разные темы затронула, мы можем ответить на твой вопрос, или можем не отвечать риторическим высказыванием, или можем ответить на первоначальное. С-ю-выш, это же дискуссия, демократия, все дела. Ты хочешь сказать, да? Лена, я, наверное, хочу ответить так, и вчера, когда мы встречались с друзьями по поводу другого проекта, я говорила, что мне нравится тактика художника троянского коня или вируса. Мне кажется, сейчас глупо выступать с лозунгами, кричать давайте на баррикады, и наши реальные политические действия, как несанкционированные митинги, они показывают, что это выводит романтические фигуры митингующих на первый план, героизирует их, выводит все дискуссии в медиа, среду, в обсуждении в телеграм-каналах и в ямы, но при этом осуществляется ли там реальное политическое действие. Я вижу, например, для меня, я для себя отвечаю на этот вопрос, что не осуществляется. И поэтому мне кажется, что нужно другие тактики использовать для этого. И я вижу все-таки, ну или верю в те проекты, которые я делаю, что я вот ищу вот эти тактики, с помощью которых я могу встраиваться, я могу, да, но с одной стороны, это может быть оправданием моих действий, ну то есть моих неполноценных действий, потому что они лежат только в области искусства и не являются такими трансгрессивными жестами, как терроризм, например. Вот. Но мне кажется, что сейчас такая ситуация, когда нужно действовать так, ну то есть это как будто бы ответ на ту ситуацию, которая сейчас существует, ну или это мой ответ, что ли, такой. Мы когда, мы об этом много говорили, остаемся ли мы в поле искусства или идем в политическую область. И мне комфортно оставаться в поле искусства. И здесь мы расходимся, мы обсуждали это с Павло, с Аней, с Лолой. И как бы здесь нужно ли идти туда? Можно ли идти туда? Насколько явно нужно идти в политическое, насколько вот эти наши правки, предложения правок в статьи должны педалироваться и мы должны их пытаться внедрить в текст Конституции или достаточно создания вот этого опыта политического действия внутри группы? Вопрос. Мне кажется, достаточно внутри группы. Но в то же время про социальную значимость этого проекта мы в обсуждении дошли до следующего, что можно добавлять статистику ситуации по России, потому что ситуации в принципе повторяются, но если мы будем добавлять туда вот ситуация абьюза на рабочем месте, она за последний год проявилась 350 раз. есть сайты, которые собирают статистические данные, если мы это будем добавлять к конкретным ситуациям, которые мы разложили, и будем это публиковать в интернете, то это будет что-то менять сильнее, чем просто опыт участников, потому что здесь вопрос в масштабе воздействия, потому что проходит мало людей. Если бы мы делали это регулярно в институции, мы работали бы с ее аудиторией и проходило бы больше людей, если это делать онлайн и регулярно добавлять туда статистику, еще больше людей. То есть это масштаб воздействия этого проекта на нас всех. То есть это такая do it yourself стратегия с твоей точки зрения, ну типа из того, что я слышу, как я интерпретирую. Мне интересно было бы это делать в институции. Ну вот сейчас мы находимся в институции, и я не знаю, что будет дальше, какие будут последствия этого. Но это интересно, потому что другой масштаб, это начинает работать по-другому, это начинает работать. Потому что do it yourself, это прям очень слабо работает, она работает на силе энергии вовлеченных, но в какой-то момент все устаем, и тяжело это двигать в одиночку. У меня вот только к Павлу вопрос, не хочу долго держать все микрофон, здесь куча людей, которые тоже хотят что-то сказать. Павло, Ань, мне очень интересно то, что ты сказал, твоя позиция, потому что она, например, отличается от моей, но я абсолютно уважаю твою, и мне интересно, например, Павло, ты мог это откомментировать, потому что ты находишься в этом критическом поле, и ты осмысляешь, рефлексируешь, что есть политическое, и какие стратегии политические, не то чтобы выгодные, но, наверное, рабочие и нерабочие, потому что, о чем говорит Аня, я могу согласиться абсолютно, что романтическая фигура героя, как бы революционера, как будто устарела, но вот позиция Ани для меня, например, не обладает еще, просто для себя спрашиваю, какой-то, ну, осмысленный, даже не то, ну, какой-то критикой еще, какой-то рефлексией. Я понял тебя. На самом деле, ну, действительно, эта позиция, она была, кстати, заявлена Бурео, да, вот так явно, у нас есть такая политическая утопия, она уже ясна, все ясно, нам осталось населить ее, как бы, и давайте вот заниматься, кормить друг друга обедами, как бы, и это все классно. На самом деле, это уже совершенно неубедительно звучит, потому что, ну, и Фуко еще там подчеркивал роль стратегии, что тактики без стратегии не работают, можно бесконечно друг друга кормить обедами, но стратегии будут создавать там корпорации и музеи, как бы, да, и, ну, окей, мы проведем неплохо время, мы, как бы, может быть, даже полюбим друг друга, но, а может быть и нет, как бы, это вообще не от нас зависит, это зависит от корпорации, в конце концов, как это будет выгодно, если им будет выгодно, что мы любили друг друга, они нам будут обеды давать, как бы, нет, ну, ну, как бы, ладно, это может быть немножко вульгарно, я выражаюсь, но я бы, на самом деле, не, не, как бы, ну, я бы не разделяю тоже Анину вот такое высказывание в отношении публичной политики, но, конечно, без нее будет еще хуже, это очевидно, и нам уже здесь нельзя будет сидеть, как бы, если люди перестанут выходить, нас сюда перестанут пускать, это очевидно, вот, например, я когда пришел на Пушкинскую, там стояла девушка с таким пикетом, в одиночном пикете, она выступала за какую-то другую девушку, которая сейчас находится в заключении, за то, что она разбила там стекло автозака, и это было настолько пронзительная, как бы, ну, вот, сама по себе перформанс, если угодно, потому что что-то важное происходит, так, интересно наблюдать за своими эмоциями, когда ты находишься рядом с ней, можешь ли ты стоять рядом с ней, как бы, кто подходит, о чем они говорят, все это крайне, как бы, интересный, интенсивный процесс, в котором, ну, как бы, в котором нельзя скидываться счетов, но я, мне кажется, вообще неправильно говорить про то, где находится политика, исключительно, как бы, на улице, в демонстрациях, или исключительно в работе, как бы, в жизни сообществ. Я думаю, что интереснее сейчас создавать сложные, такие комплексные ансамбли, где есть интеллектуальная работа, где есть поиск, формальный, где есть выход на улицу, здесь подключение, как бы, даже к массовым митингам, и вот в этом, как бы, возможно найти какие-то вот новые пути, новые пути для освобождения, в конце концов. я в своем выступлении говорил о том, просто правда непонятно, но это может быть, не знаю, какой-то сервис, или какое-то вовлечение еще больших людей, или там, как это интернет обсуждение, ну, мне не ясно пока, но мне кажется, его, ну, если бы, я так был прям вовлечен на проект, я бы развел в эти два направления, посмотрел бы, что будет. Вот именно поэтому я, например, очень как бы плюсовал приглашение людей, которые связаны с конкретными знаниями. Еще важный аспект, это связать это, как посмотреть, как реально можно менять закон с помощью, как бы, в связи с этим проектом, как это реально можно сделать. Мне тоже вот не нравится, когда художник говорит, ну, как бы, давайте останемся в поле искусства и просто пофантазируем, а как это реально работает, даже не узнают. Но это не относится к участникам этого проекта, потому что здесь сидит юрист, который именно вот, может прокомментировать. И, например, из первой встречи, которая у нас была, уже стало понятно, что, может быть, нужно действовать вообще по-другому. Не менять конституции, а менять там какие-то, ну, какие-то другие, другие там законы придумывать, или что еще. Потому что есть, правда, механизмы участия, может быть, их нужно раскрывать, которые уже существуют. Вот. Ну, это все, что я хотел бы сказать. И, ну, если есть вопросы... Кому передать микрофон, у кого-то были вопросы. Да. С другой стороны, бы хотелось тоже услышать, услышать вот специалистов. Может быть, вопросы чуть позже, как вы думаете? Да. Добрый день. Я постараюсь быть краткой, чтобы занять аудиторию, в общем-то, комментариями немножечко сбоку. Да. Меня зовут Екатерина Колесникова, я расстановщик. Собственно, я работаю как раз в методике системных семейных расстановок по Берту Хеллингеру в семейном консультировании, в организационном консультировании. И мне было очень интересно посмотреть на этот проект именно с точки зрения расширения, вот, как сказать, хорошо знакомой мне методики на какие-то общественные процессы, да, происходящие в обществе. И вещи, которые я хотела бы прокомментировать с точки зрения именно использованной методики, вот этой вот психологической методики, может быть, ощущения аудитории и задать в конце вопрос, касаются двух вещей. Первое, это, собственно говоря, я не знаю, насколько аудитория знакома с методикой, поэтому буквально в двух словах я расскажу о том, что такое методика системных семейных расстановок, которая частично и неким видоизмененным образом здесь применяется, да, вот автор ее Берт Хеллингер, немецкий психотерапевт, психолог, собственно говоря, ввел эту методику, основываясь на некой теории поля, теории поля, применимой к семьям, к родовым динамикам. Да, он, по сути, сказал следующее, постулировал, что вот в любой семье, связанной кровным родством, существует некая полевая структура, которая хранит информацию обо всех важных и системно значимых событиях и связях, которые есть внутри этой системы. То есть, например, мы являемся наследием нашего рода, и мы можем не знать лично наших бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек, каких-то потерянных родственников, но вплоть до седьмого колена мы неким образом ощущаем или имеем информацию о том, что происходило с этими людьми, и можем каким-то образом, не будучи лично знакомыми, тем не менее, реагировать на какие-то системные трагедии, травмы, драмы, которые происходили в нашем роду. Ну и применяя вот эту же методику Поля, дальше методика Берта Хеллингела была расширена на любые иерархические системы, включая организации, включая общественные травмы, которые здесь мы частично затрагиваем, включая какие-то общественные моменты упорядочивания, в том числе связанные с Конституцией. Но тем не менее, вот эта концепция Поля, она первична. То есть, когда человек приходит в терапию семейную, задается поле запроса клиента. То есть, если человек хочет работать с взаимоотношением, например, с супругом, с партнером, с детьми, это одно поле запроса. Если он хочет работать с какими-то проблемами, которые у него возникают на работе, это другое поле запроса. Если у него, возможно, есть какие-то претензии, я не знаю, к Господу Богу или, предположим, к тому общественному строю, в котором он живет, это третий слой запроса. И вот этот уровень запроса, на самом деле, он очень важен, потому что он показывает то, какие фигуры, заместители или акторов, как здесь они называются, потому что все равно это именно перформанс, чуть-чуть другой процесс, мы можем вводить в это поле запроса. И здесь, наверное, для меня было важно отметить, что вот изначальное поле запроса, с которым мы сегодня работали, оно касалось все-таки взаимодействия человека, его личного выбора и организации. И, возможно, какой-то структуры, регламента этой организации, которая подразумевает, что человек должен прийти на большое голосование и таки проголосовать, высказать свое мнение в рамках действительно демократического принципа и каких-то эмоций, которые это у него вызывает. И дальше вот это поле запроса, ну, можно смотреть чисто на психологическом уровне, человек, его эмоции и действительно другой выбор, который у него есть. Ну, например, не ходить на это собрание. Да, если ему скучно открыть свои мобильные телефоны, почитать книжку или ответить на имейлы. Ну, из простых каких-то решений. Да, или решить, нет, меня вообще не устраивает организация, в которой я должен ходить на большие собрания и тратить столько времени на эту ерунду. Я хочу поменять свою работу. Вот этот другой выбор, он может лежать в абсолютно разных личных плоскостях. Дальше мы можем взять другое поле запроса и сказать взаимодействие человека и организации. Да, вот пошире поле запроса. Большая система, уже, наверное, выходящая на уровень не личности только, а взаимодействие личности и социума. Здесь мы можем говорить о смене регламентов этой организации, которые, например, подразумевают голосование или не подразумевают. Например, позволяют это голосование организовывать лично каким-то образом при личном присутствии или, например, онлайн. И тогда человек может не тратить свое время на то, чтобы находиться в рамках этого скучного какого-то заседания. Да, и это решение, ну, в рамках, например, смены регламента организации, оно тоже позволяет человеку лично найти другой выбор, да, вот своего запроса. Ну, и, наконец, мы можем взять третий большой слой, да, большое поле запроса, а именно изменение конституции. И тогда правомерные фигуры, которые мы здесь можем ставить, это действительно президент, законодательная власть, исполнительная власть, там, демократический принцип, как демократический принцип, не там, голосовать или не голосовать, а именно заложенный в конституции. И какие-то, возможно, права и свободы человека, опять же, прописанные в конституции. И в этом поле запроса, Ну, мы можем говорить о каких-то больших глобальных общественных изменениях. Что, как практикующий расстановщик, я заметила в этом поле запроса? Когда мы поставили много фигур, относящихся ко всем трем этим слоям, и эмоциональное состояние человека, и его личный альтернативный выход, и какие-то вещи, там, организационные, общественные, такие, как коллеги, организация, то есть какие-то понятия, которые на этом уровне выходили. И самый большой, высокий слой запроса, который связан действительно с изменением Конституции, мы, по сути, увидели, что это поле рассыпалось на три разных, ну, на два точно, да, то есть если, как сказать, кто-то вот обращал внимание на именно движение фигур, то все, как сказать, большие абстрактные понятия президента, разные виды власти встали в одну кучку, а, собственно говоря, все, что там происходило между человеком и организацией, сдвинулось в другую сторону поля. И такие истории, ну, на практике мы наблюдаем достаточно часто, потому что человек в семейной терапии может прийти с запросом, у меня жесточайший конфликт с начальником, это не позволяет мне заработать много денег, но когда мы выставляем фигуры, связанные с деньгами, с организацией, с человеком, с начальником, они потом все уходят, и этот конфликт, например, оказывается его внутрисемейным конфликтом, нерешенным на уровне родительской семьи, и по факту, да, вот мы уходим на другой уровень запроса. Также, наверное, и здесь, если мы используем методику действительно расстановочную, мы можем, ну, нам важно, чтобы уровень запроса соответствовал, как бы, да, уровню того, что мы хотим обсуждать. Если мы хотим обсуждать конституционные проблемы, нам нужен уровень запроса, действительно, оперирующий понятиями конституции, да. Если мы хотим обсуждать организационные какие-то моменты, нам нужен уровень запроса, который нам помогает проследить и найти какой-то выход на уровне человека и его работодателя, действительно, какое-то изменение законодательства более низкого уровня или вообще каких-то регламентов конкретных организаций. Но если мы хотим посмотреть больше слой лично человека, тогда мы добавляем действительно эмоции, какие-то личные выходы и выборы, которые в принципе с изменением конституции или вообще взаимодействием с работодателем могут быть не связаны. Вот методика, которую мы здесь используем, на самом деле достаточно широка, достаточно интересна, и вот этот формат перформанса позволяет нам смотреть на нее на любом уровне. Важно просто, чтобы уровень запроса соответствовал тому, что мы потом хотим обсудить. Еще маленький момент, когда мы работаем с этой методикой, для нас ключевым важным изменением, для расстановщиков, для психологов, является все-таки не конкретно картинка, которую мы увидим. Потому что картинка, по сути, это поле, а поле это что? Ну вот вы вышли на берег моря, вы увидели какой-то слепок волн, о чем бы вы ни думали, да, вы пришли на следующий день, он другой. Вы можете расставлять одну и ту же ситуацию, вот каждый божий вечер она будет проявляться перед вами с какой-то новой, ну с какого-то нового угла, с какой-то новой точки зрения. Поэтому сама по себе картинка не важна. Важно то изменение, которое происходит внутри вас в процессе этой работы. Поэтому для меня, наверное, важным вопросом было бы, конечно, как-то, чтобы он как-то прозвучал, насколько отношение самого человека, который сегодня ставил запрос, изменилось к этой проблеме по итогам работы. И насколько отношение зала к той проблематике, в которой они пришли поучаствовать, также изменилось или не изменилось в процессе этой работы. И вот такой вопрос, как некий выхлоп этой работы, как тоже часть вот этой итоговой дискуссии, мне кажется, был бы важным. Спасибо большое. Может быть, кто-то из участников хочет поделиться своим опытом? Савва, да? Да. Да, да. Я хотел сказать, что вот я не настолько, я как бы тоже психолог, я не настолько хорошо работаю, знаком с работами Хеллингерами, но я сталкивался с таким автором, как Арнольд Миндл, процессуальная терапия, и я вижу, насколько это все очень соответствует. И задача Миндл, как ее он видел, как психолог, шаман, духовный искатель, именно выходом вот этого работы с духами, работы со сновидениями, которые к нам приходят, то есть сновидение юридических систем каких-то, власти, чувств, помогает переживать этим самым, да, мы становимся мудрее, но задача Миндл еще тоже, каким способом это воздействует именно на, в том числе, политическое поле. Потому что для Миндл, например, очень важно было взаимоведение в политическое поле угнетенных, например, традиций народов, которые просто не могли донести свою позицию, потому что у языка западной культуры просто не было таких слов. Им не подходили, они говорили, это у нас есть сновидение, а у вас там закон, институция, и мне очень нравится, что это происходит в поиске именно в танце, в движениях, потому что, опять же, наш язык, которым мы говорим вот эти все термины, он нас очень сильно закрепощает. Наш язык тоже имеет иерархическую классовую природу. И если мы сможем чуть-чуть освободиться от этого языка, выйти, вернуться в пространство, в тело, мне кажется, это для каждого из нас, это просто опыт очищения. Но как перенести это вот на уровень политический, на уровень, чтобы вот эту нашу какую-то эмпатию перенести на более широкие массы населения, для меня это тоже еще вопрос, но, тем не менее, ну, скажем так, есть несколько способов изменить политическую обстановку в стране, и искусство гуманнее, чем винтовка. Кто-то хочет что-то сказать? Хочется еще последнего закладчика. Да. Можно коротко на ваш вопрос? По поводу изменения. То есть я сам, первый запрос мы сделали мой, и у меня было, то есть мое отношение изменилось. То есть там есть этот психотерапевтический эффект, он все равно есть. Мы... У меня? Да. Ну, про на работе, то есть как бы у меня появились усы, и люди, коллеги мои начали говорить, что я гей, и они стали очень активно это говорить. Там какая-то дурацкая ситуация была, мне нужно было с ними работать. И вот как бы мы как раз рассматривали понятие квирности, квирности, которого нету в Конституции, но как бы, которая есть. Ну, не хочется сейчас в это уходить. И там изменилось в итоге? Изменилось мое отношение. Ну, то есть внутри, то есть когда мы все это разложили, как бы я понял, как бы, какие у меня значимые там в тот момент были акторы, и мои отношения с ними, и как бы я понял, ну, какие есть варианты. То есть как бы это изменилось. Я просто сейчас хотел к другому подвести. То есть на уровне каждой расстановки что-то меняется, и это разные люди говорят. Но мы как будто нашли другой способ, который классный. Когда мы делали митинг, то есть вот эта штука, которая накапливалась, много расстановок, мы пробовали разные формы, наклейки или что-то, но потом мы сделали митинг. Мы взяли запросы и перевели их в какие-то не очень политические, но политические-личные или, может быть, личные формы, которые основывались на этом. Где-то были прямые ссылки, где-то были немножко смещенные, измененные. Но мы сделали митинг-фотосессию с лозунгами, которые разбирались в расстановках в каждой перформансе. Это был митинг галереи, и мы взяли форму фотосессии на пресс-воле, и говорили, что это безопасный митинг, потому что вы можете сфотографировать, но вы создаете свое воздействие, потому что в медийном поле создается событие, а в физическом это безопасно. И люди, которые пришли на выставку, они могли взять любые плакаты и с ними сфотографироваться. И мы провели фотосессию, и люди очень откликнулись на это. И это как-то сработало, было очень весело, и как-то такое вау. А потом нам написала девушка, чей запрос мы делали на большом красном флаге. Она сказала, говорит, неужели это моя остановка? То есть для нее это сработало очень сильно. Она не пришла на тот самый перформанс, но потом для нее сработало очень сильно, что мы взяли ее запрос, сделали из него знамя и с ним фотографировались. И в этом смысле эффект, он в большей степени еще проявился. Ну что, давайте передадим слово наконец уже. Нет, хочется задать вопрос. Не, не нужно. Давай уже дадим сказать наконец Лоле, а потом у нас вопросы будут в конце. С моей точки зрения, вот данный перформанс имеет смысл хотя бы для того, чтобы просто привлекать внимание людей к текстам нормативных актов, поскольку они влияют на их жизнь. То есть неважно, каким способом. Если молодой человек, которому скучно читать Конституцию, он не хочет ее читать, но, допустим, через перформанс, будучи зрителем или участником, он поймет, что да, это какая-то вещь реальная и возможная, и к изменению в том числе. То есть как агитация. Просто все вот эти смыслы, которые здесь были заявлены, они мне не то, что чуждые, я осознаю, что это игра воображения. А если говорить о конкретике, что у нас люди просто не знают Конституцию, вот начнем с этого. И как бы на самом деле устранить это незнание, ну, как бы легко, то есть она небольшая. Ну, я даже, я извиняюсь, как бы не помню, сколько там статей, там сто с чем-то статей. И прочитать можно за один вечер. Я как бы согласна с мнениями Екатерины, что вот запрос, который был в этой ситуации, он абсолютно не отражает степень и значимость этих институтов, как вообще, как существование Конституции, который устанавливает распределение власти в государстве и так далее. То есть оно несоотносимо, эти ситуации, в принципе. И как бы основной момент, который люди упускают, как они хотят изменить Конституцию, что вы вчитаетесь в нее. Она действительно, это не потому, что я проплачена властью говорить, она хорошая Конституция. Она в самом деле содержит мудрые, хорошие положения. Как бы другой момент, как она исполняется. То есть в исполнении Конституции, значит, у нас существует иерархия законодательных актов. Следующие идут, значит, кодексы, потом законы и так далее. Вниз там подзаконные акты, там постановление правительства, указы президента. То есть все иерархично. И, конечно, законы должны соответствовать Конституции. Иногда они не соответствуют. И мы это видим, хотя бы простая вещь, как вот свобода митингов, шествий и так далее, которая в Конституции заявлена. А по факту, то есть люди, которые хотят провести политические акции, там неважно протесты, не протесты, они их тыкают в закон, который устанавливает такие, ну, как кажется, жесткие требования, которые там неисполнимы. Но с другой стороны, нужно также учесть, что даже вот этот закон, который устанавливает порядок подачи уведомления, там, или спрашивание разрешения для проведения митинга, да, в отличие от пикета, где разрешение надо, достаточно уведомления. То есть очень часто люди, которые взаимодействуют с властью и пытаются провести какую-то акцию, они изначально определяют вот эти роли, клише, что вот власть, она будет там мешать, она, значит, она враг и так далее. Но это не всегда так. И просто вот я нашла вот постановление Конституционного суда, достаточно свежее, вот, 19-го года июня. То есть для меня вот Конституционный суд, как орган, проверяющий соответствие законов и иных нормативных актов Конституции, то есть вот испытываешь экстаз, вот, в самом деле, когда читаешь постановление Конституционного суда, потому что туда действительно попадают самые умные люди, как бы грамотные юристы, и которые разрешают, как бы, вопрос, а соответствует ли Конституции тот или иной закон. Ну, начнем с того, что действительно каждый человек может вот этот сделать шаг, да, и, как бы, оспорить, сказать, что вот этот закон не соответствует Конституции. Но для этого нужны соблюсти ряд условий, и на самом деле это сложно, да, их соблюсти. Но это может сделать даже, вот, как бы, обычный гражданин. 90, не знаю, там, с чем-то процентов вот таких вот запросов, они Конституционным судом, ну, или не рассматриваются, или, как бы, принимается негативное решение, то есть говорят, что вот все соответствует Конституции, но нельзя исключать вот тот небольшой процент, ну, тире, там, не знаю, 3-5, когда Конституционный суд, они собираются и выносят решение, что да, тот или иной закон, он не соответствует Конституции Российской Федерации. И в самом деле это во многом спасало. Вот я как юрист, который вот на протяжении многих лет наблюдает за вот изменением поля правового нашей страны, я вижу, что вот эти вот подвижки, да, вот как вот, что называется, раз, повернули, оно действительно каждый раз меняет вот разрешение частных проблем граждан в какое-то более конструктивное русло и в самом деле соответствующей Конституции. Вот и пример просто, чтобы для вот осведомленности людей. Значит, с точки зрения Конституции в деятельности административных органов, ну, вообще исполнительной власти, не допустим формализм, то есть Конституция установлена запрет на формализм. А формализм, он вот формулируется так, значит, бюрократы считают, что не предусмотрено, значит, не буду. И вот этот запрет формализма, он требует от исполнительных органов совершать действия, хотя формально не установленные, то есть не прописанные в законе, но необходимые для достижения цели и задач осуществления их деятельности. И вот при рассмотрении уведомлений о проведении публичного мероприятия, значит, люди получили отказ в его согласовании по мотивам отсутствия вот в этом, значит, обращении информации, которая связана с обеспечением порядка. То есть они просто, значит, подали разрешение на проведение митинга, где нужно было прописать, как они будут обеспечивать порядок и, значит, там, медицинскую помощь. Они написали, что у нас есть там телефоны, значит, органов правопорядка и органы скорой помощи, то есть путем телефонной связи. Они подали это уведомление, им отказали и написали, что, как написал орган, который должен был согласовывать, что вот указание мобильной связи в качестве форм и методов обеспечения общественного порядка не отвечает требованиям поддержания безопасности. И в связи с этим исключается возможность рассмотрения, уведомления и влечет за собой невозможность согласования. То есть это так отметил вот как бы мэрия, так скажем. Вот. И эта организация обратилась в таки в Конституционный суд и Конституционный суд, значит, сказал, что из содержания вот этих положений следует, что указания в уведомлении о проведении вот этого публичного митинга, указания, как они будут обеспечивать общественный порядок, который не отвечает закону, ни при каких обстоятельствах не может освобождать административный орган от рассмотрения поданного уведомления. То есть имеется в виду, что они отказали, но они должны были рассмотреть и с учетом того, что это не властный субъект, они должны были ему разъяснить, то есть дать обратную связь. Вы напишите то, что надо написать, тогда мы согласуем. Этого орган, мэрия не сделал. И Конституционный суд как бы указал, что вот такой отказ в проведении, допустим, митинга, незаконный. И, ну, казалось бы, это произошло совсем недавно, в 19-м году, когда вот мы знаем, что как бы сколько людей задержали. То есть, ну, на самом деле, я даю людям надежду, что да, существует государство, это не какой-то вот однорукий бандит, который только там пытается нашу прищемить. То есть есть, используя механизмы государства, можно получить нужный результат, но нужно иметь терпение и самое главное знание. И как бы вот этот проект для меня интересен в первую очередь только тем, что люди, это их вынудит читать, знать, потому что другого способа, вот через эмоциональный, там, перформанс, как бы вот просто так, если это на этом останется, в поле культурного, оно не будет так нужно обществу. То есть, если через вот эти эмоции как бы люди, участвовав, они поймут, что нужно знать законно изучать, это будет действительно нужным результатом, потому что не так страшен черт, как его молюют. Я уже говорила, ну, как бы это вот не хочу задерживать, что у нас есть куча возможностей как бы влиять даже на законы, но никто не использует эти возможности. Вот я сама получила от Министерства юстиции, там, любой образованный человек, не юрист, мог направить запрос и получить заключение, что ты эксперт по антикоррупционной экспертизе нормативных актов. То есть, любой человек может редактировать законы или законопроект и писать, что вот эта вот вещь, вот это вот положение, оно как бы способствует процветанию коррупции. И орган, то есть, который понимает закон, да, вот законотворец, должен рассмотреть и изменить этот закон. Но вот в целом, да, сколько людей, вот я знаю, в Татарстане там, ну, человек там 200 подали вот такое заявление и были круглые столы, там приходило еще меньше человек 30. Все это завяло. Хотя люди там что-то предлагали и даже изменяли. Даже вот я как бы предлагала что-то, что-то изменяли. Но даже у меня не хватило сил, чтобы продолжать вот эту полезную деятельность. Как бы вот остальные люди, ну, даже не заявили себя в качестве, ну, то есть для того, чтобы менять тексты законов, нужно было получить это свидетельство. Но, опять-таки, повторюсь, для получения свидетельства ничего не надо было, кроме диплома, не юриста, любого диплома. И просто заявление, что прошу меня включить в перечень вот этих экспертов. Но вот, может быть, это не было так растиражировано, люди не знали. Может быть, вот сейчас кто-то заинтересуется, захочет стать таким экспертом. Но главное, что вот должна быть вера и надежда, что мы можем что-то менять. И вот, да, вот как бы, хотя бы путем, вот если я просто там соберу людей, да, в аудитории, там, студенты, допустим, скажу, вы можете менять, может, у них не будет такого вот ощущения, что они могут менять. А через перформанс вот у них возникает какой-то интерес. Поэтому я вот за соединение юриспруденции с культурой и считаю, что как бы любые средства хороши ради достижения цели. Не обязательно изменения Конституции, а просто для того, чтобы люди начали критически относиться вообще к текстам, нормативным актам и знали свои права. Все, спасибо большое. Спасибо за интересное выступление. Может быть, есть вопросы? Давайте откроем дискуссию уже просто. Вот у Полины вопрос. Я коротко постараюсь. У меня есть реакция и вопрос. По поводу реакции я хочу поблагодарить. Я сегодня впервые столкнулась с вашим проектом. Мне очень нравится его междисциплинарность, потому что, мне кажется, в нем очень большой потенциал. Это очень круто, что в нем терапевтическая составляющая, что действительно там есть юридическая составляющая. И я тоже верю в преобразующую силу искусства и верю в мягкую силу. Это в поддержку, скажем так, скорее вашей позиции. А вопрос у меня, наверное, такой больше про инструментарий, потому что у вас там... Правильно я помню, что вы обозначили, что участвует хореограф? Да. Это было намеренно или случайно? Что именно? В перформансе. Вот в нашем перформансе вы говорили, насколько я помню, что участвует танцовщица. Не понимаю ничего. Нет? Может быть, я просто не так поняла. Возможно, я услышала неправильно вашу фразу, что в перформансе участвует вот в сегодняшнем перформансе участвовала танцовщица. А, не, смотрите. У меня есть программа, программа 6 лет создана. Я 6 лет занимаюсь современным танцем, и тот современный танец, который мне интересен, он скорее про создание партитур или про создание ситуации для того, чтобы что-то случалось. И весь этот проект – это, по сути, партитура создания опыта, создания знаний на основе этого опыта и перехода знаний из одной формы в другую, из чувственного в речи формальную и все прочее. И мы с Аней думали про открытую структуру, то есть вот в данном текущем варианте. Она открытая для участников с любым опытом. И в этом ее прелесть мне нравится. Мы пробовали ее в разных группах, и когда там участвовали перформеры или люди с каким-то перформативным опытом, все получалось более ярко, более проявлено, более интересно. То есть с точки зрения зрителя это было во много раз интереснее, потому что они понимали, что они делают с точки зрения создания событий в поле перформанса и с этим работали. То есть они более точно работали с инструментом создания перформативных каких-то воздействий. Но в любом формате она работает, потому что здесь фокус на том, что есть люди со своим каким-то мнением и попадая в эту ситуацию, они его проявляют. У меня просто чуть-чуть возник, наверное, вот в этом случае протест, что не является ли привнесенной вот эта вот история, когда есть люди-перформеры или танцовщики с людьми, то есть не теряется ли социальная составляющая вот этого всего? Я говорил про Татьяну, что она участвовала раньше в... Таня не видит. И когда я представлял ее, я говорил, что у нас был проект «Хор исполнения желаний», и он существовал в формате лаборатории в ГЦСИ в течение полутора месяцев, и мы работали с разными группами людей, и Таня там очень много участвовала и проявилась, и в том смысле наше знакомство началось там, и когда я ее представлял, я говорил, что у нее есть перформативный опыт. А с точки зрения... Я понял ваш вопрос. С точки зрения ситуации, здесь интересно как раз люди... Здесь все равны, и интересно, когда люди приходят с тем, что есть, и могут участвовать с тем, что есть. То есть здесь нет задачи создать какое-то эффектное событие. Ну, в том... Да, да, окей. Можно просто как раз вот я? Да, вот здесь, потому что я профессиональный хореограф, и поэтому, да, но Вик, как бы не про меня говорим, вот про Татьяну, вот. А, да? Я говорила как гражданин, как активный гражданин в какой-то момент. Начала действовать просто, как бы используя какие-то функции, такие наработанные навыки, там расслабления. Не акцентируя на его смысле, не акцентируя на смысл этого текста. Он просто проговаривался, он звучал, он мог петься и так далее. И я могу сказать, что участвуя в этом проекте, участвуя в репетициях и в пяти показах, я буквально сотни раз читала тексты разных статей, вслух пропевала про себя. и я могу сказать, что... Вот я зацепилась за вашу формулировку, что перформанс как агитация к чтению, что для меня оказалось недостаточно чтения, потому что текст все-таки очень закрытый, он не располагает к тому... То есть вы говорите о том, что у вас вызывает отклик, когда вы читаете какие-то... Я не могу воспроизвести постановления. Да, вот у вас это горячий отклик вызывает. Но мне кажется, это может быть связано еще с тем, что вы как бы живете этим, это же ваша профессия, вы чувствуете это уже очень хорошо. А мне кажется, многим этого недостаточно, хотя казалось бы, что вот что может быть более буквального, чем слово. Но я читала текст очень много раз, и для меня вот участие в этом перформансе, оно все время у нас делилось на процесс перформанса с расстановкой и обсуждением. И это совершенно разные вещи. И обсуждение, оно затягивалось иногда очень надолго, может быть, в два раза дольше, чем сам перформанс. И оно всегда было таким, это был важный, но очень тяжеловесный элемент. И мне важно то, что происходило в этом обсуждении словами, но мне кажется, но об этом уже говорилось, что самая глубокая политическая позиция во мне вырабатывалась, и она, минуя этот текст, то есть я говорю о том, что этот перформанс, по крайней мере, для меня внутри, для меня как участницы, он про обучение политической позиции, а не про агитацию к тому, чтобы мне узнавать что-то за пределами. получилось так, да. Спасибо. Спасибо. Да, ну вот у меня к Лоле последний вопрос. Можете ли вы провести какой-то семинар, например, о том, как простые граждане могут повлиять на легализацию 31-й статьи Конституции, о свободе собраний, и вот это противоречие, по-моему, 63-го федерального закона, 31-й статьи Конституции, то есть что мы, как простые граждане, какие у нас есть юридические, легальные инструменты влияния на это, и, может быть, к ребятам обратиться с запросом, как можно агрегировать и усилить социальный запрос на это, то есть донесение важности этого момента, и плюс к этому политическому весу, политическо-социальному, добавить какие-то юридические ножки, чтобы оно дошло до нужного пункта. И еще такой подвопрос в связи с этим, собственно, он задавался, вот, насколько я поняла, там, Аленой, о безопасности, да, то есть у меня тоже все время свербила вот эта идея о том, что можно ли привлечь внимание, не привлекая внимания. Для меня вот это очень парадоксальная вещь, я с удовольствием выслушала ваши ответы, но вопрос все еще остается, можно ли привлечь внимание, не привлекая внимания, да, вот, соответственно. Ну, на первый вопрос, конечно, положительно я отвечу, я с удовольствием буду популяризировать знания, и более того, насчет митингов и шестин, у меня как бы был опыт, когда я сама подавала уведомления о проведении пикета, и я сама сделала, как юрист, абсолютно все правильно, ну, работая там 10 лет назад в другом регионе, значит, сотрудники, вот, мы решили организовать, ну, как бы и руководство тоже оно было заинтересовано в этом, и я столкнулась с тем, что, проведя все безупречно, имея отметку администрации, что там надо было уведомление, неразрешение, и что мы приходим к главной площади города Казани, и там все оцеплено, нас не пускает, и более того, не то, что не пускает, с нами вообще никто не хочет говорить, и я требую там самого высшего чина, и как бы я распечатала закон о свободе шествия, демонстрации, а мне смеются в ответ, и говорят, что, ну, вообще, как бы, ну, наплевать на эти законы, что там, идите отсюда, и как бы задерживают участников, то есть, да, тогда вот был какой-то шок, хотя я не была даже на тот момент наивной там девицей в каком-то заведении, да, то есть, которая там культура или чего-то, то есть, я понимала, с чем приходится бороться, но тогда даже многих наших сотрудников повязали, там, увезли в Кутузскую, а я просто убежала, а к чему я говорю, что, да, да, я понимаю, что, то есть, вот, что написано в законе, как действовать в точном соответствии с законом, я могу это передать, я понимаю, как оспаривает, допустим, и сам закон, потому что он не совсем соответствует Конституции, но здесь нужно учесть другой момент, что закон, допустим, принимался кем? Законодательной властью, то есть, законодательную власть мы выбрали, да, то есть, они, допустим, приняли неконституционный закон в части, не вообще, как бы, но частично, да, я считаю, что он не в точности соответствует смыслу и духу Конституции, о проведении, шествии, демонстрации там и так далее. Вот, возможно, да, спаривать этот закон, и есть для этого механизмы, то есть, они, вот, четкая, как бы, конкретная процедура, то есть, алгоритм, вот, просто даже вот в моей практике, да, опять-таки, достаточно редкий случай для юриста, что я когда-то отправила жалобу в Конституционный суд, она была объединена с жалобами других лиц, там было в общей сложности, у нас там 8-9 субъектов, которые были недовольны новым арбитражным процессуальным кодексом, и там через два года рассмотрели и отменили именно ту конституцию, ту статью в арбитражном процессуальном кодексе, которую мы, так скажем, сочли неконституционный, и тогда было удивление, то есть, вот, как бы, ну, люди, которые мои коллеги знали, что я пытаюсь оспорить, они говорили, ну, кто отменит, ну, статью АПК, это, как бы, немыслимо, но ее отменили таки, ну, я это не отношу к своим достоинствам, просто вот это опыт какой-то, и вот сейчас я понимаю, что даже вот отменили на тот момент, ну, это так, статья об адвокатском монополии, а сейчас опять ее хотят вести, то есть, опять хотят допускать процесс только адвокатов, и вот, ну, как вот мне сейчас делать обратно, да, там, обращаться в конституционный суд, ну, может быть, но сейчас действительно изменилась политическая ситуация, если говорить глобально, то, ну, те постановления конституционного суда, которые я читала ранее, там, в начале 2000-х, они были, как бы, ну, с моей точки зрения, безупречны. Сейчас уже чувствуется вот эта тяжесть, да, что конституционному суду в какой-то степени даже сложно себя противопоставлять власти, потому что ведь тоже они назначаются, да, президентом, да, и так далее, то есть их могут там сменить, и как бы будет другой состав конституционного суда. Ну, это, как бы, по крайней мере, нужно, да, вот я считаю, что агитировать, и знать, читать, то есть не самоустраняться, не там, ну, как бы, хоть это сложно, я согласна, вот, соступавшись, сложно осознать текст закона, но нужно пытаться, потому что в противном случае, как бы, им будут манипулировать и недобросовестные люди, а уж лучше пусть манипулируют добросовестные, потому что закон, и, опять-таки, наш главный закон, конституция, он достаточно хорош, достаточно хорош, чтобы мы его пытались защитить, хотя бы, вот, как граждане этой страны, потому что это первое наше оружие, конституция, потому что она действительно провозглашает наши права, и, если устанавливает какие-то обязанности, то они вполне нам по силам. Можно я добавлю? Вот я прямо, вот, два слова. Мне понравилась ваша фраза, как можно привлекать внимание, не привлекая внимания, и мне хочется соединить ее с фразой, которую говорила Полина, что лаборатория стала для нее процессом политического образования, и в этом смысле, мне кажется, подобные проекты могут быть частью образовательного процесса, и это вот та позиция, которая позволяет и создавать нужное внимание, и создавать какой-то практический эффект, результат. И, не знаю, мы здесь, как часть процесса вышки образовательного, мы думали, говорили, что это может быть частью какого-то социологического, это может быть на факультетах в университете проявляться, или на юридическом, или на социологическом, или на психологическом, то есть как часть образовательного процесса, или соединенная с какими-то конкретными практиками. И, ну, мне кажется, это может работать в такой образовательном плоскости. А лучше сделать нашу игру среди политиков. Спасибо всем. Подождите, а можно я сейчас просто скажу? Я не буду толкать речь, я что-то очень много хотела сказать, но потом поняла, что просто из Полины я тоже согласна, я тоже участвовала в Конституции, но именно лаборатория действующей Конституции сильно снизила моё ощущение бессилия по отношению к этой теме. И это, ну, как бы, это важный шажок для меня и вообще всё. Спасибо. Спасибо. Спасибо.